Сегодня мы будем говорить про вентиляцию с некоторыми азами. В презентациях обычно имеет роль, имеет важное значение, кто ее произносит. Я в 99-м году закончил строительный институт, к вентиляции имею непосредственное отношение. У нас в компании много разных людей, кто-то там филологи, кто-то историки, кто-то переводчики на немецкий, то есть немецкого. У меня занеслось в строительной отрасли. Поэтому меня считают немного более посвященным к этой теме, чем остальные сотрудники. Тут есть вводная часть, касающаяся уровня комфорта в пространстве. Я сразу извиняюсь, вопросы можно сразу давать? Да, сразу. Лучше сразу давать. Компания Zigenia, мы вчера вкратце поговорили, как она начала заниматься вентиляционной техникой. Начала она в 1914 году производство разных шпингалетов и запарных устройств для окон, для дверей. И сейчас в четвертом поколении компанией владеет Вилан Фран, родственник Бельгель Менегера, который основал компанию. В группе компании Zigenia сейчас содержится несколько подразделений. Одно из которых – Кайфао, это техника для дворных запираний. Она началась еще раньше, в 1873 году. Zigenia предлагает системы для комфорта для разных околоконных тематик. То есть система комфорта для окон, для дверей. И система свяжения и освещения комфорта для целого дома полностью. Сейчас поговорим про проблематику, откуда берется вентиляционная техника, что она решает. Когда человек приобретает пластиковое окно или идет за ним, он окружен кучей стереотипов. То есть стереотип заключается в том, что новое пластиковое окно во всем, без исключения, будет лучше, чем окно, которое стояло у него до того. Он увидел где-то в рекламе, она его там смутила и выдала ему желаемое за действительное. То есть в рекламе указывается, что принято показывать только плюсы, без минусов, и клиент идет, заказывая окно, не подозревая о том, что есть какие-то минусы. И не готов к ним. Обычно то, с чем человек идет заказывать окно, показывает здесь. Но окно, как мы знаем, несет какие-то еще определенные минусы. Ну, минус в том, что его надо будет за него заплатить, надо будет испроситься с работы, отделку сделать, какие еще минусы есть с работы. Открывать его надо. Обслуживать его, да. Но это никто не знает вообще. Ну, клиент идет, он думает, что его обслуживать надо меньше, чем то деревянное, которое у него было до того. Да, у него есть, в числе прочих минусов, есть еще проблема, которая вот как можно понять. Вот показана планировка какой-то гипотической квартиры, и показана схема вентиляции, как происходит смена воздуха в помещении. Притоки организованы через закрытые окна, или через метод на закрытые, проходит через все помещения, стрелочками показаны, и уходит воздух в места, где есть вытяжка. Мы видим, что вытяжка есть в ванной комнате, в туалетной, и в кухне. А вот сразу вопрос. Вот смотрите, вот эта вот система вентиляции, она во всем мире, вот в Германии дома строится, так же, как у нас, вот винтовая шахта, металлическая, там не делают, например, между комнатами в стенах не делают, как вот сейчас, например. Раньше делали деревянных вот ставинку в полу, вот, чтобы, у нас весь мир вот живет вот по такой системе вентиляции, кто делает там какие-то специальные венте установки, которые должны специально вытягивать, там, есть такие, да. Это разные уровни организации. Есть, принудительные есть. Да. Ну что, я бы, то есть во всем мире вот такая шляпа, как у нас. Стандартная, самая бюджетная, ну скажем, система, да, вентиляция. Ну, если, да, да, это самое бюджетное, естественное, это естественное, да. С естественной вентиляцией у нее, вот, мы там чуть дальше скоснемся этих проблем тоже, вентиляция есть разного уровня организации. Еще раз, извиняюсь, был плохой вопрос. То есть, если мы добавляем, грубо говоря, на крышу какой-нибудь вентилятор, который начинает там сильнее высасывать, это, грубо говоря, только модернизация. Это уже организованная, да, это та же самая вентиляция, но мы уже, да, мы уже не ждем перепада давления. То есть, если, например, на улице штиль, то есть ветра нет и 23 градуса температура, такая же, как и внутри помещения, у нас вытяжка работать, скорее всего, не будет. И для таких случаев нужен вентилятор. Еще вопрос. Мифы вот такие, вытяжка с первого, девятиэтажный дом, первый, девятый этаж, разное высасывание? На девятом этаже вообще... На девятом этаже фигово, на первом хорошо должно быть, правильно? Да, разница здесь, ну, надо понимать физику процесса, то есть, откуда берется вот это вот давление вытяжки. Теплые, ну, представим себе девятиэтажку, это такой стакан, в котором теплый воздух. И этот теплый воздух в среде холодного на улице, он старается всплыть вверх, как вот пробка в воде. Воздух теплый, он менее плотный, соответственно, он пытается всплыть. И он, поднимаясь вверх, подтягивает через неплотности в окнах холодные с улицы. Внизу это будет очень сильно чувствоваться, на нижних этажах. А вверху, на девятом этаже, мы можем даже получить обратную тягу. Ветер чуть подул, у нас в обратную сторону подул. И люди на первых этажах, ну, если мы, например, в многоэтажные дома входим, и там, например, решено одной или двумя дверьми, и одна дверь открыта. А мы открываем, и не слышим, и потсушит какомистое с провалили. Особенно, когда… Блэфт шум слышно, да. они не вот какой-то объявление если вы не закрыли в цветах если вы дверь не закрыли то лифт не поедет, потому что он не может закрыться ну да сейчас вот в Новокужничихе я посмотрел там три двери делают то есть входишь и там три двери и получается так, что ты при всем желании не способен все три двери отками одновременно оставить скорее всего вот из-за этого как с этим справляться? ну там разные есть способы сейчас пока поговорим про саму вентиляцию приток организуется, вот я сказал, через окна но если у нас, например, приточно-вытяжная вентиляция с репоперацией, к примеру там где-нибудь на стене или в каком-то укромном месте стоит прибор в котором без перемешивания происходит протекание теплого и холодного воздуха теплый выхлопной и холодный приточный вытяжку мы организуем, к примеру, в лентоканале а приток как организовать? тогда нам нужно вот в эти места вот в эти места, куда-то вот в это место поставить ну то есть от, к примеру, места установки приточно-вытяжного устройства предположим, оно где-нибудь здесь стоит, такой вентканал прикинуть сюда каким-то образом воздуховоды, которые сделают приток в этом месте то есть у нас приток будет уже не с улицы, а приток через приточно-вытяжное устройство То есть схема вот этих стрелочек не поменяется, поменяется только способ, каким образом эти стрелочки организованы. Через окна с улицы или через трубы, как точная натяжная система. Ну и вытяжки, организованные в ванной, в туалете или в кухне, они тоже должны быть обязательно именно там. Потому что это места сосредоточения так называемого грязного воздуха, который невозможно уже использовать во всей квартире. То есть, например, вот здесь вот в спальне, например, воздух не загрязняется запахами, испарениями приготовки, там органическими соединениями, парами органических соединений. Его можно использовать для того, чтобы этим воздухом промыть, как бы сказать, вот другие помещения, более грязные. Таким образом, вот это получается, то есть, а наоборот сделать не получится. Например, вытяжку поставить в спальне, а приток в кухню. Потому что все запахи и жир, вот испаренный от сковороды, он будет оседать, в общем, это неприятно. Почему нельзя объединять вытяжку в баню, в день, в кухню? Ну, вообще, я не знаю, что на деревне, да? Нет, нет, вытяжка, если колонка у тебя газовая стоит, ну, так там углекислый газ. А на день до того будет? Нет, ты говоришь именно про объединение вент-канала. Ну, в квартире один, в нашу. Нет. В меня, да. А, ну, тебе понятно, тебе там, в царе гави. В веках нельзя, получается, да, соединить? То есть, одна шатка, если в нее... Ну, это маленькая температура, поэтому тут уже, как говорится, газовые вот эти устройства, они по-другому работают. Ну, да, там надо обсуждать уже требования по устройству, там, если есть газовая, то ему нужно питание, да, больше. У него, при работе газовой колонкой, у него существенно скачком возрастает потребление воздуха. Ксалород именно, да? Ну, он же не ксалород. А вот, кстати, многие вот миф тоже боятся ставить пластиковые окна на кухню, потому что колонка. Вот, я вот сейчас вспоминаю, кстати, вот, приходишь на замер, а на кухне, нет, на кухне я не буду ставить, потому что у меня там колонка, у меня должно быть, типа, ну, приток, я говорю, так вот микропроветывание, нет, вот надо так вот. Это, кстати, тоже у меня, да? Тут, смотрите, как штуковина, когда газовая колонка, например, вот здесь включается, то она должна подтянуть к себе воздух вот по всей этой вот, ну, по этой линии. Вот, если этого воздуха много, а даже если, например, притока у нас нет, колонка все равно будет работать из-за всех этих неплотностей входной двери, там, подсасывать воздух. Но если, например, мы в кухню дверь закроем, вот, герметично ее сделаем, то колонка, скорее всего, ну, выдаст ошибку и погаснет. То есть ей нужно много-много воздуха для работы. Вот, в этом случае поможет, да, вот, какая-нибудь форточка открывать, еще его проветривание будет достаточно. Вот, что же получается, когда мы ставим герметичный пластиковый окна в традиционном восполнении? Вот, мы получаем отсутствие притока и, как следствие, в разы, ну, десятки раз падения приточного воздуха. То есть вытяжка у нас по-прежнему работает, но приток осуществляется через неплотности, там, в окнах, которых намного меньше стало в выходной двери неплотности. Вот, ну, еще бывает иногда в случае, когда тут, например, три отдельных метод-канала, и за счет смены окон происходит два канала подсасывает воздух из третьего канала. Человек приходит, например, в туалет и чувствует запахи отготовки какой-то другой квартиры. Вот это следствие того, что нет должного притока, и вент-канал не работает, как положено. Вот, ну, у нас традиционно не принято говорить о подобных минусах оконных систем. И в подавляющем большинстве случаев, когда окна продаются, клиенты об этом не знакомят. О том, что требуется окна открывать, о том, что требуются ментиляционные системы какие-то, что организует секретарь. Поэтому, ну, что это означает? Это означает, что почти что в любом случае, если человек поставил новые окна, он является клиентом для установки, начиная от черевого проветривания и заканчивая до сложных систем, в зависимости от того, какую задачу мы решили. То есть, если, например, окна поставил человек на оживленную улицу, он, скорее всего, борется с, ну, кроме прочего, еще борется с шумом. Если мы ему порекомендуем поставить черевое проветривание, то вся его борьба с шумом сойдет на нет, скорее всего. Поэтому, ну, он, скорее всего, потенциальный клиент для шумозащитных приборов. Вот мы сейчас поговорили о том, что недостаток приточного воздуха приводит, в частности, к ошибке газового оборудования. И существуют еще разные проблемы, которые вызывают недостаток свежего воздуха. Ну, визуально мы можем определить это плесень, то есть вот в тех местах, в которых вырастает влажность, эта влажность не знает, куда ей деваться, и оседает на самых холодных предметах в помещении, какие только можно найти. Ну, самое холодное, это вот, как вот вид в углу, например, малопроветриваемое место, холодное, и плесень достаточно просто, достаточно высокого уровня влажности для того, чтобы начать разрушительные действия. Ну, и еще один момент, который человек не может почувствовать, явно, можно сказать, плохое самочувствие. Значит, человек, ну, в свежем воздухе содержится 21% кислорода в лесу, и в этом воздухе содержится еще угли кислого газа, что-то там, порядка 0,4% кислорода в лесу. Человек, когда выдыхает воздух, в выдыхаемом воздухе, у него содержится примерно 18,5% кислорода, и в два раза увеличивается угли кислый газ до 0,8% кислого газа. То есть вдыхаемый воздух 21% кислорода, выдыхаемый 18,5%. За счет этого, за счет этого маленького перепада, человек существует. Вопрос возникает, а что, если человек будет вдыхать не 21% кислорода в воздухе, а 18,5%, то есть воздух, который уже выдыхан. Возникает такая ситуация, что у человека перестает работать иммунная система. Он просто перестает выздоравливать, если он болит, или будет с легкостью заболевать. При этом он теряет концентрацию, появляется сонливость, он начинает зевать. И поэтому в последний раз я говорил об этом в небольшом помещении, и девушка там начала зевать. Я говорю, вы, наверное, вам душно. Она такая, да, я обычно в это время уже ухожу на улицу дышать. Человек начинает дышать, не чувствует души, поэтому по языкам можно понять, что пора провериться. Плохое самочувствие еще приводит к активизации хронических заболеваний. То есть человек, который заболевает хроническими заболеваниями, и планирует выздороветь в несвежем помещении, ему это сделать невозможно. Он пьет таблетки, некоторые пивом догоняются для того, чтобы облегчить свое самочувствие. Но проблема в том, что нет свежего воздуха. Ну, как понятно было раньше, решение в организации притока разными способами. Ну, поскольку мы немного под окон касаемся, то вот гвоздик, который сейчас уже на разуме стоял, указывается, что окна являются частью системы вентиляции. Вот тут вот эти слова, все вентиляции выделены. Поэтому, если нам кто-то скажет, причем здесь окна, мы скажем, а окна, это часть вентиляции, мы повязаны использовать. Есть такое понятие в гости, как кратность воздухообмена. Кратность воздухообмена измеряется на кубометрах в час. И вообще поступление свежего воздуха в помещение двумя способами нормироваться, с кратностью один. А я за это плачу средства. То есть я выкидываю на улицу теплый воздух, подсасываю холодный, и за это вынужден платить. Мне в этом... У вентиляции есть разные уровни организации. Самый простой уровень организации – это просто открытое окно. Он же самый дешевый. Понятно, что более дорогие уровни организации требуют к себе дополнительного качества. Никакого вопроса. А вот это проектор просто так показывают, фотографии в семи цвете, да? Проектор, да. Ну, стена вот желтоватая немножко. То что творит это? Если белый рис поставить, то цвет будет ближе к настоящему. Там зеленое должно быть на фоне елка, глубоватое небо. У меня на экране тоже оно не глубоватое, как ухмышко. Цветопередача страдает, видите. Но здесь проектор еще такой уже, в дальше вида. Значит, неконтролируемое проветривание – это открытые окна. И контролируемое проветривание позволяет понять, сколько же кубометров свежего воздуха мы получили. Там, в частности, на этом приборе, который изображен, там есть табло, и на табло показано схематично для одного, для двух человек там воздух поступает. И оставив прибор на минимальном уровне вентиляции, мы точно будем знать, что даже окна, если закрыты, мы медленно-медленно обновляем воздух в помещении. Я еще не сказал, зачем нужна вентиляция, кроме обогащения кислородом воздуха и удаления влажности. Строительные материалы в последнее время, они тоже имеют так называемый уровень эмиссии. Есть такое понятие, ну, у ОСБ есть по уровню эмиссии, там разные сорта есть. И если мы, например, закупорим воздух в помещении, то через какое-то время, через неделю, например, мы получим высокий уровень какого-нибудь формальдегида, который имитирует клей. Поэтому для того, чтобы… И это не проблема, если у нас хорошо работает вентиляция, то этот уровень будет очень маленьким пренебрежителю. Вот еще для этого нужно, для того, чтобы всякие испаяющиеся яд. Вот, например, лазерный принтер тоже. Ну, пыль вот эта, которая запекается, она тоже вредная. Если сидеть в закрытом помещении, то мы надышим все как-либо. Для окон существуют разные проветриватели. Вот, в частности, здесь показано два рома от мини-проветривателя, которые работают тоже при закрытом окне. В частности, вот этот наш, он закрывается в случае, если приток воздуха будет больше 15 км в час. У нас специальный клапан есть, который, если воздух сильно давит, особенно зимой, чувствуется холод, он просто блокирует и не выхолаживает помещение. Вот, он стоит, как и остальные, на оконные аналоги по стоимости, но зато не дает помещение выхолаживать, как вот на Аквамарине, например, о чем я говорил, там проблемы, то есть там поставили прибор i-Record, без шумоогашения, и он, ну, фактически, фрезерованная дырка на улицу. А люди не знают, как им пользоваться, они его там... Да, скотчем запенивают рябками дырки по воздуху. Вот этот проветриватель не имеет фильтрации воздуха, не имеет теплообменников, не имеет шумоогашения, просто свежий воздух при закрытом окне. Вот этот прибор, это аромат ФАОТЭ, называется, он встраивается в стену, встраивается в откос окна, там вот видно два вентилятора стоят, вот этот вот рекуператор, и этот прибор уже фильтрует воздух, он уже имеет систему утилизации тепла без смешивания воздуха, и он, соответственно, дорожествует. На обслуживание? Да, на обслуживание. Там меняется фильтр, вентилятор можно вытащить на меня. Так, а вот этот рекуператор, так на пальцах-то я понимаю, потому что теплый воздух, он, когда выходит на улицу, он как бы подогревает, получается, в переходящий холодный воздух. А как он физически там, как это вырубит? Самое простое, это труба в трубе, ну или нет, труба с перегородкой из алюминия, например. Вот по одной, с одной стороны стенки воздух уходит на улицу, он теплый, а с другой стороны стенки воздух идет с улицы. То есть это получается... И через эту стенку они обмениваются теплом. Это тип рекуперации, да? Это тип рекуперации, да. Рекуператоры бывают разные, в частности вот это называется пластинчатый рекуператор. Типа радиатора, да? Да, там множество каналов, винтовых, там и лабиринтных. По одним каналам. Ну, задача этого рекуператора в маленьком объеме сделать большую площадь соприкосновения через мембрану. Есть рекуператоры промышленные, например, ягод. Рекуператоры винтовые, например, две камеры и винт, ну и такой пропеллер большой, у которого медные лопасти, он заходит то в теплую область, то в холодную, то в теплую, то в холодную, через щетки. Передает таким образом тепло. С небольшим смешением воздуха. Вот, допустим. Вот, но здесь это промышленные варианты, здесь не располагаем таким объемом. Вот, ну, преимущество всех этих приборов в том, в отношении, например, к промышленной вентиляциям. То есть мы бы могли теоретически поставить какую-нибудь там установку с рекуператором, например, за окном повесить на улицу, сделать сюда воздуховоды. Но не во всех помещениях есть возможность сверлить, есть возможность воздуховоды водить, и не у всех пользователей есть желание на две недели выезжать с квартирой для того, чтобы вентиляционщики произвели все эти работы. И полный миллион рублей еще. Да, и еще, да, еще стоит. Поэтому эти вентиляционные приборы заняли свою железобетонную нишу, и вот уже не одно десятилетие решают задачи. Аромат мини, самый простой оконный прибор, стоит 400-600 рублей. За счет отсутствия резинки он там дополнит. Он работает, да. То есть у него вообще с ним поставляется документация, в которой написано, какой воздухообмен он дает при таком-то припаде давления. Я вижу, вот тоже он там фрезеруется, значит, да, вот эти дырочки вот внизу на картинке тоже в створке, да, где у вас? Вот эта часть прибора, это обязательная, вот она установлена, и вот вместе к ней вот сюда вот может быть добавлена вот эта вот, ой, брой, вот эта вот обязательная часть, а вот эта вот, эта часть для того, чтобы его принудительно закрывать. Вот, значит, вот под эту часть, ну, вот, в течение, обязательная часть вот эта устанавливается на два самореза, они закручиваются в штабе Квейпасс, а сам вот этот вот клапан, как бы, перекрывающий, он ставится на два отверстия, ну, у него два отверстия в равенном будет поставить. То есть фрезеровок тут нет, надо будет вот уплотнитель на ширине 100 мм, там внизу где-то выиграть, вот вся его установка. Ну, плюс его в том, что его можно, без следов снять. Ну, да, что мы, что мы обычно и делаем. Когда приходим... Вот, из нашего опыта, я ни разу не видел, чтобы человек сказал, нет, нет, оставьте, это такая классная штука. Нет, нет, нет. От нее пылища всегда на кофе, вот в этом месте, где у нас стоит грязь, вот это... От нее ощущение, что все время открыто окном и поветриваем. Вот, то есть люди, когда мы ходили, у нас все время будет просто все время у нас открыто окно. То есть мы, соответственно, все вот это убираем, меня вот все вот эти вот комнаты... Я тебе просто к чему? А в Европе они также работают или нет? То есть в Европе там все равно. Их очень мало там используют. А в Европе, вы были сами в Европе? А там окна в основном в пластиковых домах? Там это зависит от местности. Где, как. Я в... Ну, я в нескольких местах там бывал. И такого, чтобы там где-то там везде, например, деревянные стали, или везде пластиковые, или алюминиевые, такого нет. Где там... Я так полагаю, что там по принципу доступности. Вот есть рядом фабрик пластиковых окон, значит, в округе везде будут пластиковые окна, наверное, не ставят. Если нет никакой фабрики рядом, тогда выбирают уже там по... То есть у нас сейчас пластиковые окна, это прям канация. Деревянные уже никто будет. Ну, это уже дороже. Деревянные делают в городе. Нет, ну, делают. Но они сравнительно дороже стоят и требуют больше обслуживания. Потому что, например, пластиковое окно, оно устойчиво к ультрафиолетовому, а деревянные начинают через 3-5 лет. Плак славится. Плаком упается, да. Еще если покрасить, то хорошо он держится, а если нет, то первый живот облезает. Можно, конечно, его защитить алюминиевыми накладками, но это существенное дорожание дает и еще больше дает разрыв между пластиковыми окнами. По цене. У меня, например, в городе Трир, это родина Карла Маркса, мы там останавливались на гостинице на реке Мозы, я обратил внимание, что там стоят окна вообще алюминиевые и без терморазрыва. На улице был прохладник, градусов, наверное, 5-10, и окно реально холодное было, и с конденсатом. То есть это прям... У нас бы сказали, что так нельзя. Ну, а для них это самое холодное время года было, то есть они могут, наверное, потерпеть. А они не как англичане случайно зимой живут в Американте, только как момента рыбы? Ну, я думаю, что не все так живут. Наверное, это имеет основания, потому что какие-то люди частные. Я думаю, в Британии таких людей станет больше, с учетом того, что газ подорожал. Значит, там в основном есть, скажу, какой-нибудь популярный прибор, и мы это на фотографиях сейчас увидим. То есть вот такие небольшие приборы они не используют. Этот прибор, сравнительно, недавно появился. Да. И таких приборов мы еще не делали. Или они только появились у нас. То есть этот прибор, и вообще вот все эти, это как бы такой компромиссный вариант, потому что при открытом приборе, вот, например, аромат мини, у него минус, и у подобных приборов в том, что если появляется обратный выход воздуха из помещения на улицу, то он мгновенно обмерзает ледом. Я таких приборов не встречал, наши, чтобы они обмерзали. Я не знаю, почему это происходит. Возможно, там блокировка сработает, срабатывает. Может быть, просто мало опыта. А вот такие приборы сплошь и рядом замерзают. Особенно, если это верхние этажи, многоэтажек, где, ну, вероятно. Ну, в чем тогда плюс этих приборов? В том, что они могут, в частности, вот это вот гигрорегулируемое от влажности воздуха срабатывать. Повышение влажности воздуха это вторичный признак, показывающий, что воздух загрязнен в помещении. Потому что, ну, то есть, влажность повышается в помещении, как вы считаете, по каких причин? Влажность? Да. Ну, нет, где-то свежего притока мы дышим. Сколько там литров, там, засорение? Два литра, два литра, наверное, ты выдыхаешь с воздуха. Когда ты пушишь, я знаю. приготовление, пища. Да, приготовление, да. Душ человек принял, там, ну, тоже влажность скачал. Виталий, цветы полил, цветы полил, постирал, начал вещи сушить, штукатурка. Вот у нас тут, ну, давно, там еще какой-нибудь, в начнем году я отмасал, давно, вот, ремонт делали. После ремонта, мне он дает, потому что у меня влажность. Я говорю, ну, когда ремонт сделали? Ну, там, вот, недавно. Я говорю, дождите, сейчас у вас все высохнет. А сколько ждать-то? Я говорю, ну, год может подождать, придется, а может и два? Да, зависит от того. Да, через два, но потом все, у него нет такой проблемы. Везла не умырешь. Я не знаю, где это было, но вот я помню, у меня такой яркий случай был, я выезжал на, еще когда в окнах работал, на проспект Ленина, там такие кубики панельные стоят, и в одном из кубиков, там ежанин один сделал ремонт. Говорит, вы с вашими окнами, там окна были без вентиляции, без устройств, но с возможностью проветривать. Говорит, с вашими окнами, у нас по окнам вода течет. Мы приезжаем, а там не только по окнам, там еще и по стенам вода течет. Я говорю, а что у вас произошло-то? Он такой, а что? Говорит, вот смотрите, с вашими окнами у нас вот такая беда произошла, а перед этим ничего не было. Я его начал спрашивать. Оказывается, он недавно сделал ремонт, стяжки заливали, и еще я обратил внимание на стенах виниловые обои. Ну, минил, как мы знаем, он парал неприноциальный материал, то есть он просто как бы себя в пакет закупорил. Я ему сказал, что говорил, давайте звоним с вами завтра, вы сегодня сделаете ночевое проветривание окошка, а завтра позвоните, скажете, что было, что стало. И он позвонил, сказал, что у нас чуть поменьше, сколько. Значит, в этом направлении двигаться. Если он, например, сделать стяжку и закатает ее линолеумом, то понятное дело, что она у него сохнуть будет очень дорого. В вентиляции решит эти вопросы. Ну, здесь гигрорегулируемый прибор, и этот же прибор оснащен модулем для шумопоглощения. То есть он может оснащаться дополнительным модулем шумопоглощения. Ну, вот, например, стандарты 38 дБ, то есть это лучше, чем само окно. И вот сейчас эти приборы участвовали в тендере при строительстве обходов в Щербинках и в Сормово. То есть вот, примерно вот такие вот были требованные приборы. То есть 30 км в час приток воздуха и 30-55 дБ шумопоглощения. Вот такие приборы, это самые популярные в Германии приборы не очень давно производятся и хорошо себя зарекомендовали. Называются они аромат и высота кассеты задает индекс. Прибор отличается высотой 80 мм, 100 или 150, и чем больше прибор, тем больше в него начинки полезной можно запихать. Ну, вот этот прибор только шумоизолирующий, этот шумоизоляция и больший приток, и в этот прибор уже можно построить вентилятор, дубулятор оборотов, ну, заслонка есть у каждого прибора. Этот прибор ставится, ну, вот, можно сделать стеклопакет ниже по размеру, и установочный комплект включает разные уголки, уплотнители, чтобы встроить прибор в створку, да, или можно сделать прибор этот строить, ну, вот так вот он выглядит, встроенную створку с правой стороны. Здесь видно, что под прибором еще кусок рамы топчет. На самом деле, это импост. Где-то здесь должно быть, да, ну, вот, сейчас тут где-то сечение должно быть показано. То есть, вот, проблему пыли мы не решаем, потому что она решается газонами, то есть газоны являются как бы задержательной пылью. Вот, и, ну, для решения проблемы пыли нужно еще сделать грамотные водоотводства с улицы, потому что лужа, она накапливает себе вот эту жижу и при высыхании это пыль. Ну, это, я так понимаю, на этапе монтажа окна его надо ставить. Да, на этапе сборки даже окна. Да, да, его прямо вместе с окном ставить. Или вот другой вариант, установка в раму и в импост. Здесь уже 150-й аромат поставили, и вот, ну, видно, как он на окнах выглядит. Ну, минус этого прибора в том, что он портит фасад. То есть, если, например, у нас исторически вот такие вот окна были установлены, то мы при смене, например, у исторического здания мы уже не можем такие приборы поставить. Поэтому это дало предпосылки для развития других приборов, которые и вентилируют, и не портят фасад. То есть, такие шумозащитные приборы стоят дороже, естественно, потому что к ним больше требований определяются. Но этот прибор все же был создан, вот он, аромат ФАУТОВРГ. В отпос он подходит, да? Ну, его вариант можно в отпос ставить, но в России, например, нижняя установка не рекомендуется, и боковая я тоже не видел. Потому что низ окна у нас и так охлаждается, то есть плохо прогревается, и запихивать туда еще канал с приточным холодным воздухом, ну, я не знаю, там, наверное, охладить тузу. Хотя этот прибор целиком в теплоизоляции вставится, но я бы сдержался от экспериментов. Что такое ФАУТОВРГ? ФАУТОВРГ это скрытое расположение, а ВРГ это ВАРМЕН рюк и ВИНУ. ВАРМЕН это тепло, рюк это обратно, а ВИНУ получено. То есть, по нашему рекоператору ВАРМЕН это по-немецки. У меня этот вот приятель, с которым периодически сконтачим, он делал проект в Нижнем Новгороде, который выполнила компания из Германии. И он говорит, спрашивал у меня, что такое ВРГ. Там нужно поставить перебор с ВРГ. Это вот цирк оператора. Да, понятно. Ну, в принципе, его работы на входе, на притоке получаем, к примеру, нулевой градус, нулевую температуру, а на выходе получаем не написанное слово. А, вот, примерно 9 градусов. В комнате 21 градус засасывается и выбрасывается не 21, а 9. И вот, соответственно, насколько эффективна передача тепла происходит, это, значит, характеризует качество работы рекоператора. А это принудительно он высасывает? Да, принудительно. Там стоит вентилятор. Потому что, и, кстати говоря, этот прибор не требует вытяжки уже, поскольку у него вытяжка организована через вот этот же самый прибор. Ну, там откосом закрыть, да, там, просто решетки какие-то, да? Ну, его поставить можно по-разному. Сейчас мы посмотрим, как его... Да, здесь декоративная решетка стоит и закрывает его. То есть, его не видно. С улицы кажется, как будто стоит простой архомат. А в России-то его кто-нибудь стоит вообще? Да, сейчас посмотрим в детских садах, как бы он в случае поставил. Ну, в два случаи... Вообще, пшипитная, да? Там, например, что-то вообще? Ну, в столовой... Вот у нас какой-то восьмой шлюбот был, когда тарханники горели годами. Вот у меня в одной комнате стоял инструмент-прибор. И вот в этом, например, вот я стою там, например, сидел пару часов за компьютером, перехожу в другую комнату, а там уже вон, не пахнет, горит. Вот и жена после этого сказала стоять во второй комнате. Во второй комнате поставили, там под окнами у нас теплотрассу прокладывают, трактор там работал. Походишь на балкон, солярку паркнет, жжем, а в комнату заходишь, красота. А как церковь там служит? А да, служит, да, по-гармянски? Да, ну я чуть позже там скажу. Здесь нужно понимать, что, например, газовая плита является повышенным средством повышенной опасности, потому что она и потребляет воздух, и продукты горения не удаляются сразу в вентиляцию. То есть они попадают в помещение, увеличивают количество углекислого газа в помещении, он токсичный, и его надо куда-то девать. У нас просто, мы видим, очень, реально, мы потеряли в воду, вычатся. Это почему? Мы заклеим, о чем? Ну, вы не знаете, это вычатся, что вычатся. Вот им прийти только в кратерии, пожалуйста, ну, ну, это поднесение по-другому. Ну, их тогда, ну, наша задача предупредить о том, что если они будут себя, ну, у меня, например, я заметил как, если жена готовит на всех комфорках, и вытушку сейчас, ну, электрическую ставить нельзя. То есть у нас пришли сказать, что если вы электрическую вытушку поставите, то под напором воздух начнет заходить, ну, то есть обратная тяга будет в других квартирах. То есть мои запахи пойдут в другие квартиры. И мы выключили ее. И в итоге сейчас весь этот газ идет, вот, вот, сгоревший водокислый газ идет во всей квартире. Дети начинают, они начинают откровенно беситься, ну, не контролируют, начинают драться, ссориться, вот. Я с жене сказал, говорю, давай для примера, я поставлю индукционную плитку, ты будешь на ней готовить. Вот если она готовит индукционную плитку, никаких проблем нет, сидеть спокойно, ну, играет, там, что-то своими делами занимает. Как только кто-то поставил на плиту какую-то кастрюлю, сразу начинается вот какая-то нервозность, начинает нервничать. Такая вытяжка, она, у нее там мотор не крутится, она вся должна быть тягивать туда, ну, за счет тяги. Ну, она почти не справляется с этим. Там фильтры эти стоят, жировые, они... А то же вы живете на квартире? Да. То есть на квартире доме нельзя ставить электрическую вытяжку? Ну, забивай. Ну, мне уведомили, наша контора жилищная уведомила о том, что, ну, может быть, у нас с конструкцией такая, не знаю. То есть, если, например, воздуховую новую... Да, конечно. Я вот жил. Мне постоянно приходили, чуть ли не раз в три месяца они приходят в комиссию какую-то. Ты что? То есть, это какие-то любые люди ты должен быть? Какие-то вообще студенты приходят? Молодые там, я не знаю, практиканты-то вот там. то гофрами-то, то еще чего-то. причем, если не пустишь их несколько раз, то они пугают тем, что могут отключить что-нибудь. Это, конечно, странно. Столько... Вон, процед герой, тогда сколько там чего-то задохнулся на кислоту из-за того, что там что-то какие-то кирпичи лежали в шахте. Ну, как мы делаем кирпичи, это просто же вытешено. Они проверяются, там, эти приборы, чикают на этот... Сколько там? Большие дома. Нет, а вот сейчас в ванной, например, ставят вентилятор. То есть, ты включаешь свет, и он начинает, чем вентилятор работать. То же самое, Женя? Ну, это левундарь. Ну, если из ванной вент-канал идет прямиком на крышу, потому что в некоторых домах, например, где-то в районе ванной такая толстая стена идет или просто из стены отходим выступ большого. И там прячутся все вент-каналы отдельно от каждого помещения. Тогда проблемы нет. Он нагнетает давление, и это давление выходит... Вам шахток откуда-то... Я не знаю, вытягивают. В чем разница между вот этим вент-каналом и с ванной и в чем разница между вент-каналом и с кухней? Он же также вытягивает. Разница в том, что нет. Разница есть не в вент-канале и с ванной и с кухней, вытяжка и в этот же канал этажом выше тоже в это же если он начинает туда нагнетать воздух идет не только вверх но и по этажам расходится начинает выдавливать по итогу у каждого слоя много-много выходов вот эти как вот стоят вот эти оголовки которые такие широкие там 18 квартир и 18 дырчик а в кухню каждый подсоединяется это зависит от конструкции дома это от проекта дома займется значит проблема еще вот заключается в том что газовая плита выделяет углекислый газ ну и кислород потребляет или этот воздух тоже требует вентиляции вот и норма воздухобмена для кухни звезда притой столько в час то есть только в час но по моему опыту меня нет на кухне то есть мне приходится там каким-то выкручиваться открывать окно или то есть с этим надо бороться на самый простой способ понять надо проветривать или не надо проветривать есть такие приборы для свежения за уровнем углекислоты не не взял с собой но есть большое количество приборов они показывают прямо количество углекислота измеряется в частицах на миллион или в ппм партс пермиллион и в интернете можно найти количество углекислоты в воздухе какое оно в свежем воздухе какое там например да и вот например свежем воздухе сейчас у нас где-то в районе 500 600 единиц на миллион если воздух такой уже не свежий то 800 900 единиц миллион если воздух например в конце рабочего дня в помещении тоже где-то там полторы тысячи единиц на миллион и мой прибор свыше двух тысяч начинают уже подавать звуковой сигнал валите из помещений или проветривать иначе вот ну и если полторы тысячи в таком воздухе находиться то люди как правило я по опыту сразу спрашиваю чувствую душновато его болеть и болеем часто но вот правило часто болеют и ожидаются часто цветы могут именить да цветы они они как раз берут углекислый газ и выделять кислород то есть только вопрос в их количестве то есть с этим примером могу прийти то это все в помещении да и сказать вот у вас где-то совершенно верно так да но доказать нечем будет а вот в случае например с клиентами которые газовые плиты которые говорят я поем или там спать поэтому все в порядке будет к ним придешь и скажешь у вас душновато или там достанешь прибор включи я померю вас качество воздуха прибор начинает как правило орать то есть когда человек начинает чувствовать что душно прибор говорит что беда валить отсюда и он начинает пищать я ему там кнопку включают смотрите две тысячи больше двух тысяч единиц а что это такое в интернете посмотрите что это такое больше двух тысяч в интернете они видят и а там ну страшно вообще то что было быстро вообще мерить измерений только в 30 секунд допустим после включения 30 секунд нагреть сколько такой прибор стоит ну наверно 7000 они разные бывают надо включать сколько три прибора один который мерит гибромета нет надо надо во-первых влажность мерить на температуру влажность и покоя включить научит можно и стума бросить если он присасывается значит пригод покажет количество кубов в час на момент сколько утишь движение воздуха как это петруша газу вот у нас двери раз вот у вас тут но он мерит куда воздух утечка или приток куда будет за детка на все плохо сделали каркасе через подрозетника вот у вас приток воздух продувает ну нет на все гетоны морковые количество даже влажность дерева которые приезжают ну ладно а как померить приток через розетку а у него специально такой щу щу и вот у вас подносит и он измеряет вот в дверях то есть он он ставит на вход двери закрывает все окна ставит на вход двери такую брезентную штуку с этим как у вас пропеллер и дом надувает вот или наоборот сдувает и когда сдувает то есть там допустим сделали допустим каркасник обклеили его этой пленкой это паразащитный она начинает там лопаться уже от давления и он смотрит дверь встает когда сдувает дом и смотрит сколько воздуха проходит через эту дверь соответственно если мало проходит значит дом мероприятий ну как бы считается качеством ну да задача всех этих инженерных устройств окон дверей там пленок задача организации чтобы воздух пролезал в том месте в котором надо и нужно размер значит таким приборами зигения располагает для решения этих проблем но вот самый популярный наш прибор аэропак плохо видно вот но у нас тут есть да он настенный прибор до него сверлится отверстие на улицу позже мы посмотрим как это делается и мероприятие нужно провести плюс его в том что он имеет вот тут вот в корпусе у себя фильтр какой кассета угольная при поставке прибора в комплекте есть сам прибор труба для прохода через стену воздуха есть угольный фильтр и погодозащитная решетка на улицу а еще шаблон для сверления стены а и два самореза для купли на стену сам прибор имеет два окна для выхода воздуха справа и слева и шторки для того чтобы эти окна закрывать в случае необходимости воздух идет не в помещение а вдоль стены выбрасывается это сделано для того чтобы вышедший вдоль стены воздух размешался с теплым подходящим от приборов отопления то есть этот прибор исключительно работает только с вентиляцией отоплением с отоплением работают другие приборы потому что бывают приборы на рынке может встретить с электрическим отоплением внутри вот но если мы говорим про экономию то электрическое отопление это самая лучшая идея поэтому если у кого-то например отопление с помощью газа реализованы там даже дизельного топлива то это дешевле чем электрическим отоплением вот и для того чтобы не зависеть от типа отопления в приборе отопления нет есть прибор еще аэровитал прибор с притоком и с вытяжкой приточные окна вы утяжные окна там вот эта вот передняя часть откидывается у него и мы получаем полный доступ к внутренности два вентилятора кассета фильтрующая и пластинчатый алюминиевый а первый без оператора до 1 без только на приток работает и не требуется вытяжка то есть если например у нас будет например мы поставим на стен его будет герметичное окно и герметичная дверь на уплотнителя то он бедный будет работать реального притока мы получим мы получим какой-то очень маленький так а вот сразу ну порядок цен я так понимаю самый аэропак от сам простой до порядка 20 так вот рекомендованная розничная цена на него порядка 24 тысяч сам прибор ну там надо парень посмотреть кто-то предлагает установки там какие-нибудь какие-нибудь акции и клиенты этого прибора то есть этот прибор фильтрует воздух дает стабильный приток и как бы приток не нужно отапливаться то есть в строительстве в нормативах есть такое понятие отопление отопление помещения должно обеспечивать вот тот самый воздухообмен на котором мы начали говорить то есть написано кратность воздухообмена единица это означает что холодный период отопление должно весь этот воздухообмен прогреть поэтому если кто-то говорит ой у нас будет холодно это означает что у вас недостаточная работает в этом приходишь в большую комнату а там две сердце батареи только как называется две блоки или три и трешка такая большая стоит я думаю мало в таком случае я говорю вы можете конечно не использовать вентиляцию воздухо нужнее чем теплое тепло конечно тоже ваш болит все равно будешь в холоде аэровитал прибор с рекуператором киева сказал чуть больше размер он требует чтобы его не закрывали занавесками иначе эффективно снижается уровень цены его порядка что 80-100 тысяч рублей ну что понятно было с чем его сравнивать потому что цена такая отпугивающая подобная ему производительность системы вентиляции центральная будет стоить раза в два-три дороже ну и плюс у нас просто поведение вот вещь там в инстаграме вот и его стоит от основных коттеджей то есть большое помещение гостиной например что туда спас клиент не позаботился об вентиляции что делать сверлишь отверстие на улице у них площадь площадь там как вещи там нет ну этаж кубометров тридцать кубометров тридцать у него там есть документации еще раз отличие от первого то что это только заплевывает воздух подает помещение а этот и подает удаляем и поставить там одна труба а вот закрывание вот ну допустим не хочу его пользоваться закрывания там какая-то просто пластинка просто перекрывается да такая там клапана электромагнитный стоит трубе когда на прибор перестает нормально за сколько он герметичный просто я посмотрел дешевый да пусть какие-то тоже стеновые там просто какая-то вот типа раз такая какая-то шторочка пластиковая ну типа такого но это то же самое да там у него есть норматив значит воздухообмена в закрытом состоянии у того и другого что-то в районе по моему менее 1 км в час то есть вот этот прибор раньше вставлялся просто с трубой и у нас в самаре возник вопрос в сильные морозы человек включает прибор через него продувание происходит то есть вытяжка высасывает из этого прибора холодный воздух с улицы вот и мы задали немцу вопрос прибор дорогой и хотелось бы от него большого качества они придумали туда вот это магнитный нормальный заплату прибор на прибор электричество подается клапан открывается электричество выключили он пружинка закрывается на зимнее время на такую штуку пользуется тоже не особо больше на лет я вот так вот у меня он нет он не промерзает конденсат там где влажно он же обменивает вот там эти капли они стекают на улице в общем тем не менее вот этот прибор я испытывал при минус тридцать что-то два градуса он не работал холодно конечно и мне приходилось под него я под него повесил электрический отопитель чтобы и включила его на там 21 градус то есть когда нет морозов он выключается просто не работает когда только мороз я в комендировку уехал чтобы не звонили там нас холодно что делать он автоматически включается и меня уже давно не достается то есть он при сильных морозах работает аэролитал мы испытывали тоже при там где-то в минус тридцать градусов в самаре там сотрудник у нас его и никаких намерзаний там конденсатор он с этим и сталкивался еще есть помещения в которых эти два прибора тихие они предназначены для установки в том числе и в спальне то есть человек может спать в метр или полутора метра от прибора и не испытывать дискомфорта шума вот этот шумит но это очень сильно шумит это он аэропарк так шумит примерно на 180 км натурный режим но у меня дети вот например когда ребенок например ему надо заснуть в полной тишине и у любой звук раздражает чашку по чашке ложка стукнули а он там сдрагивает а если вокруг него такой шум монотонный то он эти шумы уже не замечает и засыпает хорошо ну это да это сейчас многие даже на планшетах ставят шум воды там да чем пылесос вот прибора аэроплюс годится для его задача он тоже с рекуператором маленький прибор с выставлением порога влажности на срабатывание его задача осушивать помещение вот у нас проблема о которой мы не сказали сейчас если взять практически любой проект малоэтажного дома мы увидим там кухню не проточнику ванную со смежную у него в этом помещении ванной одна стена выходит на улицу вот я приехал в киров в одну компанию которая продается домокомплекты и говорю вот у вас на некоторых проектах есть ванна которая одной стеной выходит на улицу говорю а дом из бруса там скажем 180 миллиметров я говорю 180 миллиметров дерева не будет страдать что через него большое количество пара будет проходить на улицу в мороз ну понятное дело они знают проблему говорят но будет что делать интеллину проветривать на это проект это оси ну какие средства клиентам ознакомитесь окошко есть там но естественно никто ничего не клиенту не говорит он сами раздерется и у нас прибор есть который вы просто можете показать сказать это можно можно решить но он сказал у нас не волнует клиент сами с этим разбираются окошек естественно я стал не надо мне там потому что у меня оттуда это тип один вытяжка идет но там все плиткой выложено то есть у меня получается сейчас эта стена коронезает и нет а стена этой плиткой уже скорее всего нет потому что довольно серьезный паровой барьер и под ней еще клей и под ним они ищут основание там наверное то есть скорее всего проблемы нет вот строители каркасников они обращают внимание на то что пароизоляцию нужно сделать грамотно потому что эти буржинские каркасники они же делаются проклеив с проклеиванием специальной пленкой стыков вот этой пароизоляции зачем это делается если стык выпускается какой-то небольшой там а гвоздя это пара резко случайно или перекрестный достаточно то вся эта избыточная влажность она она не обманешь она куда-то должна деться и она этот вот маленький канал использует для вот этого массивного выхода и там прекрасно сильно намокание происходит то есть с точки зрения гвоздя может быть не так сильно да прижало не той стороной опять же слухов да я такая интервью ну и кленка и нормально это с этими мембранами с ними еще минус чем мембрана мало то что она ее нужно нужной стороной поставить во-первых у нее срок жизни есть там у него гарантии например там 30 лет вопрос через 30 чем дом перебирать что внутри обои поклеиваются с улицами рассуются взбирают вас убирают когда изоляцию убирают конкретно там чтобы все изъедены вот это все потеплите в финляндии например в частности я слышу применять вместо пароизоляции в качестве не мембрана просто полиэтиленовая она толстая как пластмасса а этот плюс она сколько он дешевле а он чего-то посередине между ними но он шумный шумит и у нас он не ходовой прибор давай я тут показывает у него уже вторая вторая как сказать не старается перестали перестали так он чего он автоматически важно да он там стоит рукоператором по конструктиву по функционалу такой же вот это вот он еще есть с помощью пульта можно настраивать уровень влажности для поддержания или воздухообмен для поддержания вот этот прибор у него включено-выключено еще один это уровень влажности на который срабатывает и третье а вай фай там есть нет вай файф нет вот этот прибор аэропах например он поставляется модификации z-wave есть такая аэропах z-wave он уже может встраиваться в систему умного дома и например блютуз до не запрятать это как раз протокол связи лампочки и все эти там самому дата систему и дом она работает в интернете прям есть ресурсы за твоих там реестр производителей которые по этому протоколу делать устройство можно поставить прибор беспроводной центр и к нему поставить подвязать ворота жалюзи в вентиляцию там датчики какие-то освещения все это будет коммутироваться это только у аэропака есть такая да да только у аэропака остальные приборы независимые я понимаю что он самый как бы такой учет бюджетный до него специально поддерживать соответственно только за место открытого то есть аналог закрытого открытой створки получается хорошо открытой створки которая не шумит так или на вот если он говорит о том что первый прибор он требует чтобы было быть в помещении гостиничные номера гостиницы в гостинице номера в основном двери всегда закрыты то есть получается закрытый да ну там туалет есть важно потом ванны можно больше даже так ну вообще потому что я бы не надеялся например если дверь вот найдется в газовчике что например есть маленькое помещение она очень часто подлежит уборки тоже сам гостинице вот ты заходишь вот мы когда заходим люди уехали там сразу пришли все на драйве да то есть там стоят вот эта варьи и постоянно сохранится этот запах соответственно когда продаем этот аэропак нет ничего не изменится потому что если помещение закрыто туалет ванна вот щель под дверью если ее посчитать течение вот это еще то она будет наверное такая же и больше чем труба которая подсосана поэтому если там есть 100 мм метр на пусть будет сантиметр мы еще говорим о том что это же россия здесь квадрат сантиметр говорит о том что в труба хорошо вытягивает не мы тоже тогда эту же проблему ты не тогда не с окнами а сразу с утешной вентиляции как ты подашь это дураки не купит лимон сует эти вещи для людей как говорят в москве где люди живут больше в центре и в областях казалось логично в властях свежий воздух ни хера в центре люди живут дольше я тут пока мы тут общались да посчитал канал диаметром 100 мм имеет 78 квадратных сантиметров сечения а вот эта штуковина 100 с чем-то то есть она чуть больше да и понятно нет метр двери по сантиметру то есть если дверь будет открыта конечно будет перебор легче про давить до воздуха если она вообще но да но расход все равно будет поэтому вы считать что они как я слышал даже через розетки воздух проходит поэтому можно считать что вытяжка все-таки достаточно вкратце о нем значит он этот прибор самый тихий среди других приборов представлен на рынке значит но только узи гений или вообще ну сейчас какой-то отечественный прибор стали тоже использовать двигатель этой же марки но я думаю что они приблизились но не очень сильно по сути шум только за счет моторчик шум за счет моторчины и слышно его слышно в абсолютно тихой комнате зимой для чего-то не шумит то видимо смазки не 30 ватт из розетки он берет у него сзади не показано здесь я извиняюсь опять так самоэту вот если мы например приходим кому-то подавать эту вещь мы берем сначала листок бумаги просто если вытяжка не работает от него толк нет от него может быть толк если вытяжка не работает мы на сто процентов в этом уверенно быть не можем клиенту лучше не предлагать то что дырку сатине сделать перед продать прибор а потом обнаружить что ничего не работает если я взял бумаги то есть у меня окошки закрыты так надо вытяжку проверять или нет? да надо проверять потому что он должен при запретах или нет держаться? нет при запретах окна? нет нет он не будет держаться при запретах нет открытие окошечка рядом но тогда будет и сейчас появится через пару минут только не сразу сначала весь этот объем воздуха надо должен прийти в движение вот давайте вот нам это экспериментируем вот я чувак тип построил себе дом да вот потому что я сколько раз не прикладывал он у меня не держится нифига а у тебя потому что отовсюду выходит у тебя нет единого то есть у тебя дом как бы вот так скажешь вот ты в пакет и у тебя в этом пакете дырочка и вот эта дырочка она тянет потому что а у тебя дырявый пакет да я согласен но смысл в чем мы же говорим о том что через эти дырки должны задувать а не выдувать не может же через одну дырку у меня например вот дома 8 на 8 у меня в зале например задувает а в кладовке дырка выдует так вот так и есть всегда на улице то есть если на улице 6 никакого ветра нет тогда да как что-то выдувается то есть через заявки вдувается воздух нужно в помещении всегда теплее и выдувается куда-то там чески то а если например на улице ветер то с на ветреной стороны из розеток дует а с под ветреной выдувает потому что там давление меньше с того дома у тебя там нет у тебя как аэродинамика там низкое давление еще остаются тебя труба насколько да на Îнешково давление снаряд за коньком или это момент здесь он ты ты но есть требования есть если например коньковая крыса и труба находится например газу на сказать то она должна быть выше коня карте а если на контент она должна быть там насколько на пол метра выше конька иначе она иначе за завихрениями в трубу будет запихивать воздух, а не вытягивать или дефлектор можно поставить. Ну короче, коттедж это не вариант эта штука подает тебе, правильно? Почему? Вот как я сейчас объясню. То есть вот, например, в моем случае, у меня такую штуку надо понимать какую-то проблему решать. Проблема, да, у тебя в чем проблема? Ну я сейчас думаю, что у меня просто, в чем проблема? Вот сейчас вот зима, у меня жена как любит жару, да, вот двухотищем на втором этаже, вот на втором этаже двухотища просто, и это дорожный сплет, я вот, я сплю внизу. Соответственно, я думаю, я вот тебе повешают штуку. Не решит проблему, не решит. В двухэтажных, в многоэтажных домах вообще, в двухуровневых квартирах проблема состоит в расслоении воздуха. То есть воздух, невозможно сделать одной температурой от пола и от потолка. И чем выше помещение, тем, соответственно, сильнее расслабилось. Ну по физическим принципам. Внизу более холодный воздух, внизу вверху более теплый. А вот, извините, сразу вопрос, а вот у меня была мысля, а вот у меня вот комфорт, да, второй этаж, там назад. А если я себе возьму и сейчас вот все помещения соединю вот этими притоками, и вывели вытяжку. Но чтобы между помещением у меня сверху воздух, как бы, тоже уходил. Получается, у меня, как бы, 3,20 высота, да, по-моему, 3,30. По сути, ты хочешь им канал сделать, так вот, ну, вообще, с ним закручили. Да, и вытяжку все это вывести. Есть от этого смысла, чтобы не было жарко, чтобы он сверху уходил, да. Опять же, у тебя приток-то должен стоить вообще. Нет, а потом вот вешать эту ферню. То есть вот я вешаю эту ферню и делаю еще сверху приток. И вытяжку. Вытяжку, да. Потому что у меня получается из комнаты выходит только через дверь. А если у нас сверху, там, полтора метра, на двери еще к пространству, он же не выйдет вот так, через вот, где-то на проем. Выйдет почему-то? Выйдет. Выйдет. То есть надо убрать батарею инфраструктажей. Это зависит еще от... Да, и желательно отсечь верхний этаж от нижнего. То есть какую-то дверь поставить на оплопителях, который будет нормально закрыт. Ну, лестничная на самом деле. Сейчас умные люди строят теплый пол на первом этаже и вне батареи баржей в доме. Все. Первый этаж теплый, наверх он сам придет. И вот он идет в свою дорогу. Граждане. Граждане. На чем мы остановились-то? Про различные модификации. А, я еще хотел сказать по поводу вытяжки. Вот добавить, что если в помещении находится много людей одновременно, то весь выхлопной воздух грязный собирается вверху у потолка. А если в помещении находится один-два человека, то этот воздух конвекциями размазывается по всему объему. Если сверху его собирать уже смысла особо нет. Тогда уже можно и снизу собирать. То есть у нас три человека, и, наверное, все равно нет. Да. Вот. У тебя проблемы по сути нету. Да, вот. У тебя просто перетапливаешь. У тебя перетоп идет. Да, если сверху тепло слишком, то, вот я говорю, лучше всего отсечь перемешивание воздуха. Чтобы вот это расстояние воздуха было не на два этажа, а на один и еще на один. Тогда будет, как бы это, градиент воздуха, скажем температуры, ну сейчас, к примеру, возьмем от 21 до 28 градусов. А будет от 21 до 24, еще 21-24, например. И тогда наверху уже будет и так жарко. Вот. Может быть, подумать об установке перегородки, там еще что-то. Вот. Это точно должны решить проблемы. Нормально закрыть. Ну, понятно. Ну, физика только воздух поднимается. Тем более, ты говоришь, летом. Летом понятно. У тебя, потому что мансарда, у тебя вот, перо, крыша. Через окна нагревается пол еще, да, солнышко. Да. Но от этого никак не больше. Это один из мимусов двухэтажных домов, при которых сейчас вот отговаривают архитекторы второй этажа. Но с этим справиться можно. В общем. В комплекте вставляется вот такой вот угольный фильтр. Он толщиной, наверное, миллиметров десять. Такой, как эти. Мне его хватает, потому что я обнаружил совсем недавно, что вот фильтр, который пять лет у меня стоял, он у меня задерживает запахи. Я думал, что он уже умер давно и только пыль подсеивает. Так и нет. Его можно купить тоже. И фильтров вот тут вот. Да. Указано, что фильтры бывают разных типов. Значит, G3 – это фильтр от насекомых, совсем такой простой в форме такой губки с большими корами. F5 – это уголь чуть-чуть сильнее, он уже пыль задерживает. Угольный – это стандарты, поставляющиеся вот с прибором. И еще новый фильтр – NOX. Это он сочетает в себе достоинства фильтра F5 и угольного. То есть он и пыль мелкую отсеивает, и запахи тоже сечет. Вот. В городе основной загрязнитель токсический – это оксиды азота – NO. От выхлопных газов, от выбросов всяких там тепловых устройств на сжигание. В городе основной загрязнитель – это оксиды азота. А он не моется, ничего нельзя, по-моему, подходить? Пылесосить можно. То есть я его пылесосом очищаю. На нем, вот, в конце лета, на нем такая шуба скапливается, ее прямо можно в рулончик свернуть. То есть там пылища, она прямо такими волокнами переплетается, ее сворачивает. Да-да-да, все это. И из-за этого прибор даже на максимуме, его включаешь, например, на турбо, он шумит, а воздуха почти нет. Начинаешь разбираться, я там открываю, смотрел, а там тополиный пух налит на наружную решетку таким тоже одеялом. Это как мне вот сушилка тоже. Она белье сушит, вот это волокна. И прямо там тоже такая, как такая ткань получается. Чистится там каждый раз. То есть вот раз в полгода его почистить, и он будет наружен. Ну, здесь вот показано, что мы справимся с проблемой шума в городе. Особенно вот на оживленной улице, там, например, перекресток Попова и Мызинского моста. Попова на реку Прибоя. На реку Прибоя, да. Вот, там люди ставят себе пластиковые окна, вот эта проблема возникает у них. То есть у них окна поставили, проветривать нельзя, дышать чем-то надо, и что делать? Так, а чтобы выдавляли 50 децибел, это что такое? Это значит, что шум до интенсивности 50 децибел может быть отсеян этим прибором. Ну, децибелы это... Тут надо понимать, с чем это сравнить. То есть собственный шум прибора 24 децибела, шепот в выдыхании человека это 20-21 децибел шум. И окно с двухкамерным стеклопакетом изолирует 32 децибела. Но если, например, шестерку одну поставить, то будет, например, 36 децибел. То есть мы услышим 32 децибел или мы не услышим? Скорее всего, точнее как, эти цифры вот что дают. Если на улице интенсивность шума 100 децибел, то в помещении мы услышим его как бы 50 децибел. То есть, вот показано, сколько он отсекает шума. То есть, если на улице самолет садится 150 децибел, то мы услышим 70 децибел, то есть 100 децибел в доме. Короче, он поднижает на 100 децибел. Ой, на 50 децибел. А шум приезжающей машины стоит? 70. Ну да. Машины же разные бывают. Грузовик там сильнейший нет. Есть, например, легковушка, она только шинами шелестит. Ну что, туда 48 разговор? В общем, больше 50 децибел стремится к шумоизоляции смысла нет, потому что другие окна, то есть через другое место мы услышим шум. Вот в прошлом году ко мне обратилась женщина, она сказала, у меня сын болеет аллергия у нее каждой весны. Мы говорим, что замучились, я не знаю, что делать. И дышать надо, и фильтровать воздух. Вот она на аэропак поставила, я очень довольна. Фильтр F5 с этой задачей справляется, он пыльцу задерживает. А фильтр можно только один выбрать какой? Ну, можно их там поставить все три сразу, но они работать будут хуже. То есть, у меня, например, я в качестве эксперимента поставил водойный фильтр для вытяжки. Он такой тоненький, в виде холста. Вырезал несколько штук и поставил. Работает в порядке. Можно фильтры поставить, главное, чтобы они по толщине там убрались, потому что места под кассетами есть. Если толщине не хватает. То есть, а в комплекте идет только угольник? Угольник. А эти надо один. Это один. Но я их ни разу не видел. Ну, вот этот вот фильтр белого цвета, который здесь показан, это очень сильно похож на фильтры, которые в хозяйственных магазинах продают для вытяжек в кухне. Для пылесосов. Для пылесосов, да. У них принцип действия тот же самый. То есть, надо просто знать, что F5 это, допустим, от частиц этих цветов? Только от частиц цветов и не от запаха. Угольный фильтр, он то и другое. А, ну так. Там такая кассета толстая, что через нее там... Понятно. Ну, или вот NOX фильтр, который... Ну, NOX фильтр, если вы видели фильтр, который в машине ставится на салон, то он точно такой же вид, тоже с угольной прослойкой. Так, я думаю, это салон сработает. А этот фильтр надо менять как часто? Ну, раз в полгода пишут, но... Выкидывать? Ну, мы-то будем говорить, что выкидывать. Да, выкидывать, выкидывать. Нет, главное, чтобы он был в наличии. Тогда фильтр какая? Что? Не знаю. Да, какие расходы. Я пытаюсь понять, насколько часто фильтр нужно менять. Вот я говорю, через три года я обнаружил, что угольный фильтр все еще запахи фильтрует. Поэтому вот эти вот угольные абсорбенты там еще не забиты. Как часто менять, не знаю. Как только он перестанет свои функции выполнять, это полагает. А фильтры, они продаются там же, в какой они доступности? Да, в такой же, да. Закажете, перевезут через неделю. Если закажете там покупку, там будет у вас запас. Но это заинтересованные магазины какие-то, да? Не магазины, а... Фильтр нашего же производства. Производство с геем. То есть, там же, где прибор покупаете, там же и фильтр можно достать. То есть, там уже, где прибор покупаете, там же и фильтр можно достать. Как мулофон, вот я говорю. А вот, мулофон. Втыкали. Пасыненько влезет. Падает. Ничего не делали. Ну, мы уже к концу влеземся. Вот. Ну, какие задачи решают эти приборы? Шум, грязь и пыль не фильтровать. То есть, проблема состоит в том, что если человеку шумно будет или пыльно, он просто не будет окна открывать и нарвется на те же самые неприятности, касающиеся отсутствия всей системы вентиляции. Плесень, влажность, духота, концентрация внимания. Сразу извиняюсь. Вот мы взяли стандартную квартиру, да? В каждое помещение нужно по аэропарту первым? Или достаточно, например, один аэропарк? Ну, вот смотрите. Если мы, например, поставим аэропарк в кухню здесь вот, то движение воздуха будет. Здесь приток, здесь вытяжка, здесь вытяжка, здесь вытяжка. Эти две комнаты останутся. Я сейчас посмотрю, что если мы говорим об этом в отеле, в гостиная и спальне. Если комната изолирована, то в каждой комнате. А если комнаты, например, проходные, то один в дальней. Смысл здесь вот какой. Нужно посмотреть просто планировку помещения и подобрать разные варианты. Мы можем поставить прибор на любой участок на ружной стене. Если сюда поставим, то у нас две комнаты останутся непроветливыми. Если сюда поставим, то вот эта комната останется в тени. Если поставим сюда, то вытяжка будет проходить так, и эта комната останется в тени. Если поставим сюда, например, то у нас коридор все будет продуваться, комната опять останется. Поэтому, ну, надо смотреть, какую проблему решаем. Клиент говорит, я не могу ночью спать душно. Ставим в спальню прибор. Клиент говорит, и в спальне, и во второй комнате мы там находимся, нам нужно поставим в обе комнаты. Или он говорит, например, мы когда собираемся в шумной компании, спальню не собираемся, например, в гостиной или в кухню. Мы, соответственно, эту проблему решаем установкой приборов, подключением, в котором нужно. Нужно понять проблематику. В строительстве и в ремонте вообще есть такое понятие дефекторовка. То есть определили, где что-то ломалось, что надо исправить, и уже исходя из этого смотрим, что надо исправить. Если он там цветет и пахнет, у него везде свежий воздух, а мы не видим никаких устройств при проветривании, что мы ему предскажем? Да, он может сказать, что каждые 10 минут у меня там окна открываются автоматически. Это не знаю. Или, если, например, у него, например, в квартире такой запах спертый, и обои, например, волнами идут. То есть первый признак влажности. Можно спросить, а вы свежего воздуха недостаток не испытываете? Нет, у меня все в порядке, классно. А у вас, например, еще какие-то признаки. Например, домашние не жалуются на то, что душно. Ну, бывает. Как вы с этим справитесь? Это окна потеют. Вот не было окна, не потели. А сейчас вода. Я говорю, да, с окон вода течет. Я говорю, не понимаю. Да, специально этот, как генератор воды. А человек, да, он не чувствует этого. Он постепенно привыкает. Он дышал нормально. Сам факт того, что она была... Не знаю, у нее на кухне деревянный дом. Там подпол, там воздух. И она решила вытяжку поставить. Вот так вот нагудит, как будто волки. То есть такой приток отовсюду. Там через фундамент, там канализация дыр. Ну, пол-то деревянный, понятно, что там. На вытяжку какую? На кухне? Ну, такую, да, вот эту сделала. В итоге, короче, мы эту вытяжку отрезали. И в итоге мы сейчас эту даже дырку законопатила. Потому что... То есть даже не работающая вытяжка? Просто вытяжка вставила? Просто вот эту дырку, она просто забила. Потому что вот настолько сил. Ты не работающая. Ты не работаешь просто, если у тебя. То все равно там... У-у-у-у-у-у-у-у. Но у нас тут тоже дом получается как бы... Вот хороший, как говорится, вот пахармен. И всегда свежо. Здесь уличные окошки. А не, там если не закрутите, там дуба. Здесь уличные окошки, да? Батарея не справляется. И батарея еще, и струб сварила вообще. Так. Давайте начнем. Это как он сам дом в вашей презентации, да? Да. Ну, зато, как а продуктивным, мы, например, забрали с продувания каркасников. Ну, еще есть такой вот предрассудок о том, что, нам часто на выставках говорят, нам вентиляция не нужна, у нас кондиционер. Проблема в том, что кондиционер, от него повышенные ожидания у клиента. Думают, что он, раз на стене висит наружный воздух, дает свежий, а он его просто прогоняет через свой внутренний блок, охлаждая при этом, когда необходимо. Но есть, правда, модели, которые подмешивают уличный воздух, до 10%, я знаю, в компании Daikin есть такие. Ну, до 10% что это означает? Что если у него обмен через внутренний блок 150 кубов в час, он добавляет туда до 10%, до 15 кубов в час. Одному человеку нужно 30 кубов в час, то есть до половины пребывания человека. То есть, если помещение с непостоянным пребыванием в нем людей, то, наверное, через какое-то время он проветривает помещение. То есть, какая-то частичное решение проблемы есть. А вот тогда, допустим, сравните, если, допустим, по цене вот такой кондиционер с такой функцией. Я думаю, он тоже, наверное... Функция не достает. Здесь 60 кубов, а там до 15 кубов. А вообще можно 40 кубов? Ну, да, конечно, он не охлаждает, да. То есть они как бы вообще совместимы, допустим, кондиционер и... Вот на меня как раз вышли некоторые фирмы, у нас есть такая, с кондиционерами. Он позвонил мне, директор, говорит, мы будем ставить ваши приборы. А я вас спрашиваю, а зачем они вам? Ну, то есть, вот я сейчас рассказываю проблематику. А он, видимо, что-то уже прошел. Я говорю, а зачем ставить? Говорит, а у нас люди, говорят, в обморок, в удобочное состояние попадают с кондиционером. Говорит, а вина, получается, я. Я им вовремя ничего не скажу. Он как же выжигает, как батареи, да, кондиционер по сути? Нет, нет, он кислород не выжигает. Просто он гоняет грязный волк. Там батареи как кислород выжигают? То есть человеку, чтобы, например... То есть мы говорим о том, что на улице жара, окна все закрыты, правильно? То есть и он начинает этот воздух просто фигарить. Да. То есть он... А человек ходит, дышит, жахит, парит, парит. А кондиционер все в это время... Мы же в машине, да, перед тем, как это включить, мы что-то делаем? Закрываем воздух и плитворы и херачим этот... Внутренний кондиционер. У нас внутри вот это вот, мы с вами делаем кислород. И дышим, да, и ворачиваем. Я не так не делаю. Как не делаю? А смысл тогда тебе кондиционер? У меня вот у нас огня... Ну он уличный воздух берет и охлаждает его. Зачем? Да. Это когда ты едешь за какой-нибудь переделкой, которая у тебя коптит, да. А то, что ты... Да, по-моему, у меня на рыбке ты включаешь. У меня на бороться туда. Запотеет и все. У меня он тебе не справится. Да, и запотеет, и дожно будет. И некоторые еще начинают печкой, там этим фризом вонять. Или специально это делаешь. Надо свежий воздух. Ты вообще что ли? Ты всю жизнь так едешь? Да. С этим воздухом, который... Ну у нас уже здесь хватает воздуха. Вообще. Стравила кондиционера автомобильного. Ты едешь в машине, то есть у тебя, когда открываешь и включаешь, кондиционер. Сначала напорный. То есть он у тебя выгоняет горячий воздух. Выгнул. А потом ты закрываешь окошки, перекрываешь воздухозабор, и у тебя уже начинается вот это. Ну я вот, у меня Шкода, я в инструкции читал, уже не первая у него дает. Там прямо написано, что если вы затыкаете приток, то делайте это на небольшое время, иначе глюкистый газ скапливается. Потом, когда я по разным компаниям начал возить свой прибор, вот я его беру, он втыкается вообще в розетку через USB кабель, а я ему пару банков втыкаю и там думаю, а, сейчас посмотрю, поэкспериментирую. Затыкаешь вход в машине, и он через 30 секунд, через минуту, уже начинает показывать неприемлемое качество воздуха. Там же объем маленький в машине. Воздухнул и все. Да. Компактные размеры. Так нет, по поводу кондиционеров в итоге, что у нас получается? Они друг друга дополняют. Кондиционер, он вынижает температуру воздуха избыточную, а аэропак поддерживает качество воздуха на нужном уровне. А не получится так, что он охлаждает, а этот опять теплый воздух? Да, так и получается. Кондиционер должен с этим справиться. А, должен. Ну, по сути, то же самое, как говорится, открыло окно, да? Но, опять же, окно, шум, грязь, пыль. Ну, вот с кондиционером еще хуже получается. Получается, кондиционер охлаждает воздух, и он становится холоднее, чем на улице. И за счет перепада воздуха мы можем через открытое окно просто терять энергию, которую кондиционер затратил. Воздухобмена сильного не получить требуемого. Поэтому здесь... То есть холодный воздух будет выходить на улицу? Ну, не знаю, вряд ли он будет на улицу выходить. Через окна, скорее всего, теплый будет. А, теплый будет засадить? А, нет, холодный, он ниже. Не знаю, что там будет. В общем, считается, что при открытом окне происходит неконтролируемое проветривание. Мы точно не знаем, сколько мы воздуха получили. Получили ли. Ну, это типа айфон. Ты можешь купить все вот это за 2 тысячи. Так, а в итоге-то вот на нем как регулируется? То есть там задается, опять же, метраж вот этих кубического воздуха? Да нет. Вот этот вот обруч вокруг экрана — это 4 кнопки. Внизу кнопка — это отсрочка выключения, вверху включения и выключения, слева минус, справа плюс. И нажимая минус или плюс, мы меняем интенсивность работы вентилятора. Если мы поставим к нему датчик качества воздуха, например, то этот датчик проводной, например, он будет его включать или выключать в нужный момент. Если зап-вейв или беспроводной у него бывает датчик, например, датчик повесили рядом со столом, прибор стоит где-то там, прибор дыхнули, он почувствовал, что воздух сильно ухудшился, он добавил там оборотов и вентилятор начал на турборежиме. То есть к нему можно дополнительно присоединить датчик? Да. Либо через кабель, да? К этому можно присоединить датчик только через кабель, включающий или выключающий нашего рестороннего производства. Но если прибор в исполнении AeroPack Smart, по-моему, называется, к нему еще можно взять беспроводной датчик, повесить его, включить в розетку, и они будут коммутироваться между собой данные. Соответственно, функционал больше, он дороже? Он дороже, да. Я пользовал только проводной датчик. С проводным датчиком вообще неплохо получается. Там три лампочки, красная, желтая, зеленая. К нему можно ничего не подключать, он просто показывает людям, надо проветривать или не надо. Это, кстати, первый вариант, начальный уровень людей, как сказать, побудить проветривание. То есть поставил, например, на рабочем столе, все время зеленый горит, да тебе не надо что проветривать, в чем проблема-то? Вот, может быть, в случае с продувами через розетки комнаты, это именно такая ситуация. А если, например, там желтый загорелся и заморгал красный, то по-любому надо открывать. У меня разлив шаблонных, он по размеру примерно. А вот здесь, где-то в... Вот, вот это что. Да, там видно. А, кстати, вот он, размер. 467 миллиметров надо везде 70. Чуть больше листа бумаги. То есть а4 формата, примерно? По высоте? Пол метра. Да. Сота пол метра? А, а три формата? А, а три? А вот вопрос, а вот если человек переезжает, он его с собой забирает, только оставит его? Ну, за бенде можно закрыть обоиме, например. А, а он хоть забрать? Ну, всё, ладно. Смотря за сколько... Можно с человеком договориться? Сказать, вот этот прибор... Ладно, я с собой забираю. Унитаз? 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 Ну, кондиционер забирает? Нет. Ну, а как ты его? Нет. Его демонтировать дороже будет, чем заново смонтировать. Ну, смотря какой прибор. Если кондиционер дорогущий, как-нибудь. Тебе можно увести кресло, а это же коммуникация. Кандашку поставить. Снимается он легко. То есть легкий толчок снизу, и он светается с крепления. При установке, когда его сверху насаживают, он за счет специальных каналов уплотняется, к стенке поджимается. Там есть мягкое основание, чтобы продувание не было в стене. Снять его не проблема. Самая непонятная ситуация, как вот с ленблосадами. Как у нас ленблосады? Как у нас ленблосады? Как у нас ленблосады? Под это? Под плитку или под лекомол? Да. Тут есть инструкция к эксплуатации вместе с прибором. Таймер показывает, через сколько часов выключится прибор. Например, человек спать лег, на 8 часов включил прибор, а на 10, например, ушел на работу, два часа он проветривается и потом выключается. Он экономит электроэнергию. Моргающая буква L показывает, что пора менять фильтр. При смене фильтра нужно какие-то клавиши зажать и сбросить сочетчик часов. Вот таким образом примерно происходит сверление стены. Это вот станина, само сверлильное устройство, коронка алмазная и вот система подачи. Чтобы понятно было, как это бывает, у нас есть вот старое видео. В комплекте шаблон в комплекте. поставляется бумажный. А вот эта оснастка, она ведь должна подходить именно под этот прибор, да? Диаметр этого, да. Нет, я имею ввиду вот самокрепление вот этой направляющей. Это любое аномасное управление? Нет, там видишь, там на стену надо прибурить вот эту оснастку. Нет, вот он как раз без бурения, он ее ногой прижимает. Это просто доз? Да, можно срок сверлить, просто надо центрировать таким образом сверло. Вот функционер там попроще, там просто буро, а не коронка. Видишь, он крутит, раз, раз, раз. Вот он ногой и правой прижимает к полу. Ну, похоже, хорошо, мы говорим о том, что ты вот так поднялся. Ну, да, там как-то... Ну, это да, я твой нет, тут я смотрел. Дальше он посверлил отверстие, сверлит. Два пункта. А это да? Да, да. Ну, непростой монтаж, но он на руль не попал. Сейчас, когда он смотрелся, мужики на газете смотрели в доме, что-нибудь там наковыряли, сколько дыр на первом этаже. В каждой комнате там подырли, что там делали. Ну, какой газете? Ну, они газете подогнали, сходили с крыши. В каждой комнате подырли, что-нибудь делали. Вот, походу, за чутку стояли. Походу, да. Да, и вот. Это злой щетка против воробьев. Видишь, как раз? Ну, спускает, да. Привязывает. Ничего себе! Да, чтоб пальпенистов не вызывать. Да, воробьев. Раз, и с той стороны их. Только если стена метр, он как-то может не доставить. Ну, на палочку тогда там как-то выравнивать ее. Это рука у него? Нет, это там не палочка, которая измеряла толщину стены для обрезки круга. И сейчас уже рукает. Когда я на улице вываливался, блок на 25 кг, надо поставить свою плитину. Так, показывали нам то, что он изнутри там плитка была выводила. Это у него челюсть, да, типа? Да не, второй, та, чтоб она была. Ладно. Чтоб не продувало. Это вот оно или другое, как это оно? Ну, это 90А для предыдущего. Ну, в принципе, такой же. Там тоже два окошка, справа сверху. Там только фильтр был такой, как рукав, он наматывался вокруг вентилятора. И его менять сложно было. Самое тонкое, мне кажется, то, что промерзатель можете сделать. Самое опасное, так скажем. Сам прибор не промерзает. Он работает или в выключенном состоянии. Он... И его окошки... Если мы выбираем, как бы у нас крыши нету, вот здесь вот у нас идет решетка, да? Да. То есть, соответственно, клапан, который холодный воздух закрывает, он находится вот в этом месте, нигде здесь, да? Вот здесь вот? Здесь клапана нет, например. Ну, я имею в виду, когда нам не надо, чтобы... Клапан находится вот здесь вот. Вот здесь вот. То есть, получается вот это все действительно холодным воздухом. Да, да. А это как вот точка росы, да? То есть, там как... Ну, вот эта часть стены охлаждается за счет этого. Вот эта. И, ну, вода теоретически может вот сюда прогонсироваться, если сильное охлаждение. Вот это место, да? Ну, к этому месту подхода нет, оно закрыто прибором. Вот рядом... То есть, у влажности в воздухе нет возможности подойти вот к этим поверхностям, перекрытым. И вот на эти места она может конденсировать, теоретически. Ну, кто-то теоретически на практике никакого не знает. А может быть какая-то есть... Ну, допустим, вот одна труба, да? И какая-нибудь другая такая утепленная, чтобы этот воздух не сильно вымораживал, допустим, вот. Да. Да? Я как раз так и делал. Диаметр трубы 82, я сверлился соткой. А потом этот сантиметр, ну, засовывал туда трубку этот пенопистолет, и вокруг трубнуто. Как делал? Ну, трубка должна стоять ровно посередине. То есть, я там три раза пенкой пшипнул, и смотрю, выдавливаю сюда. Я его бы поджал. Когда эта пенка встала, я по периметру вот так вот обманнул, она встала, и у меня по всему периметру оказался герметизированный. Вот. Понятно. Понял, понял. Вы знаете, что я тебе говорю? Да, я понял. То, чтобы не дать вот этому выхлопу, ну, стечению этого. Ну, по сути, так, да? Ну, вот здесь показано, как воздух подается в помещении через балкон. Вот такой воздуховод сделан. Ну, или вот здесь вот справа показано монолитный дом. Плохо видно. Вот здесь вот отверстие показано. И вот здесь вот это отверстие выходит на улицу. То есть, оно там под углом как-то встречалось. Ну, такие нестандартные варианты. Ну, вот он стоит подоконником. Ну, я уже говорил, что я не сторонник подобного расположения прибора, потому что не успех замешаться с теплым воздухом, он может образовать здесь полгода. Скорее всего. Прибор с рекуператором. Ну, у нас тут часть таблицы вылезла вообще полностью. Здесь написано производительность не более 70 км в час. Звуковая изоляция 52 лицбела. Фильтр F7 или NOx. F7 это угольный? Нет, это не угольный, это против пыльцы. Угольного здесь нет. И F7, скорее всего, это степень фильтрации. F5 он просто, а F7 он против пыльцы. Этот прибор имеет допуск в больнице, где находятся аллергические больные. То есть, там качество воздуха должно быть очень высоким. И F7 фильтр просто удовлетворяет. И вот здесь вот написано, наличие рабочей вытяжки необязательно. В больнице, кстати, да? В палату как не зайдешь? Они там все закупорены. И вообще дышать нечем. Но у них там вытяжки. А нет, а не вытяжка-то есть у них. В палате в лимон должно быть вытяжка. Да как это мне? Там вообще мне смрад просто. У тебя бабульки лежат. Самый, днемся бы станцию вызывать, проверить. Ну, не надо, вы вот здесь есть прибор. Ну, этот прибор еще контролировать влажность может. Понимая, какая температура на улице, какая в помещении. То есть, если на улице холодно, например, дома в помещении жарко, он может дозировать воздух с улицы и контролировать температуру. Ну, вот там вот перемешивание потоков воздуха здесь вот показано. Ну, как он выглядит. В общем, на лоджию сразу не поставить. Потому что он будет с маленького помещения и притоков брать и вытяжку брать. И он сделает свежий воздух там, внутри. А, нет, ну если и открывать, да? Ну, это существенно снижает его эффективность. Здесь показан прибор AeroVital Ambience. Следующая модель этого прибора. То есть, вот тут такая панелька. Ну, он стал более дорогим, более эффективным и более красивым. Функционал тот же самый. Он уже со смартфона, да? Да, он уже со смартфона управляется. То есть, вот показан с левой стороны экран телефона. Точнее, это объединение комфорт-приложения. Там целая куча всего устроено. Открыватели на окна, дверные замки можно там подвязывать. Ну и принцип. Немножко перестроили внутрянку ему. То есть, вот два фильтра внизу. Один вентиляторный, два уже теперь. Прибор шумоизолированный. Он весь там внутри мягкий. Чтобы не видеть. И два отверстия под него. И два отверстия под него теперь надо. Под AeroVital просто одно отверстие, разделенное и друг. Перегородки будут. Под это два отверстия всё лиц. Ну и его можно ставить как на стену, так и заглублять в нишу, чтобы он меньше занимал пространство. Ну вот, демонстрационная панель показывает, что управлять здесь можно аэропаком, аэротюб, ну это труба вообще нету, который прибор поверхностный у нас. Например, окно на втором этаже, во втором свете, до которого не достается, и привода можно управлять. Входная дверь, например, с замком Genius. Её можно открыть, закрыть там или разблокировать, чтобы можно любому человеку было входить или заблокировать, чтобы с улицы не переходило. Пластиковая дверь или любая? Пластиковая, алюминиевая или деревянная. Может быть с таким звуком. И вот тот прибор Aero Plus. Там тоже канал, разделенный пополам, для сушения и помещения. А, он от температуры работает. Температуру можно выставить, влиять на него температуру включения-включения, влажность, включение-включение и принудительное включение-включение. Вот. Да, под него неплохо было, какую-нибудь площадку сделать, они сразу на брус ставят. Но, судя по оплетке, это, скорее всего, ванная комната, источник повышенной влажности. Ну, вот, к этому приложению можно подцепить ещё скрытые устройства, скрытый привод для управления фрамугой. Ну, фрамугой здесь со скрытыми петлями и со скрытым приводом. Так, а вот эти скрытые, допустим, это ведь надо тоже на и так сборке производства, да? Да. Нужно... Или можно оттуда демонтировать, там что-то проложить? Теоретически можно, там нужно под него ямку фрезеровать в фраме, вот привод, вот привод. А это не очень удобно нанести. И питание. Ну, питание понятно. Ну, питание понятно. Ну, у меня есть ещё краткий, например, такая же презентация краткая, можно посмотреть её. Ну, здесь проблематика показана, плесень, духота, жара. Да, она охлаждается, потому что жарко ей. Что делать? Стекла не откроешь. Так плохо, так хорошо. Здесь приборы простые. Здесь, по моей версии, должен быть... А, нет, здесь такого прибора нет, который я хотел показать сейчас. Ну, есть вот отдельная информация по аэропапу. Ну, тут тоже проблематика, снег, о том, что отверстия в оконных словах являются вентиляцией. Плухартный даёт. Ну, да, понятно. Вот, ещё приборы есть такие. У нас аэротюр, он называется, но у него тоже минус есть в том, что приток неконтролируемый, вентилятора нет, шум. Ну, вот таким образом открытый аэропакт выглядит. Вот эта панелька вытаскивается, рамка, и в неё заправлено угольный фильтр. Но это не рабочий режим, это именно как обслужить, да? Да, ему без разницы, можно и так открыть, он просто. Если сейчас фильтр вытащить, он просто, всё, что там держалось фильтром, все всякие там пауки мёртвые, плееры, семена, мухи мёртвые, они все в помещение прилетят. А сам по себе прибор и двигатель у него висит в такой, ну, как сиденье в автомобиле, такой спененный резиновый материал для того, чтобы изолировать вибрацию, гасить её. Так, что-то назевать начали, да? Назевать, потому что, да. Вот эта штучка печка на метро будет. Капу отдыха. Ну, я вчера пересматривал эти, про электроинтелекционные... А вы можете нам вот эти презентации сделать? Могу. А это, а вот ещё, вы говорите, обучение проводите, вот. Интересно было бы, про вот эти скрытые петли? Да, конечно, нет, я бы думал, как их ставят. Да, где-то можно посмотреть? Прежде чем на каком-нибудь... Да, есть видеосборка. Нет, прямо сейчас пощупать что-то. У меня есть для алюминия петли, я могу привезти и показать. А может, мы купим, допустим, и у нас тут окошко здесь есть, вот образец, его распотрошили бы. Ну, там дверки останутся от старых петель, наверное. Ну, мы потом назад поставим их. А, давайте, да. Что будет перед тем, как на объекте у человека учиться? Да, и вот здесь. Ну, да, можно. Просто какие-то, ну, там... Алюминий будет тоже. Алюминий, они там кленные фиксации там вставили в паз и винтиками зажали. Алюминий, да. Вот обычно алюминий у всех проблемы с нижними петлями вырывает. Нет, тут окно где-то в высоте четырех метров. То есть тут вообще не попасть. Они как-то открыли на стремянке, я там вырвала петлю, и так, створка вся упала прямо вниз. Они тут вставили в себя. Как дет стали рассказывать, честно. Да. Вот. Ну, то есть с нижней петлей постоянно проблемы. Там болты выкрутили. Там выкрутили болты. Ну, да, конечно, так упало. Вот уже в то время тут пытались найти. Ну, вот если честно, мы вот работаем сколько-то уже с этим алюминием. Я буду руки оторвывать инженерам, кто-то придет. Они просто не знают, что ли. Я вот зовут Липхер, у нас тут под Держинский даст. Там тоже такая же история. Там створка здоровая. Я смотрю, что-то у них, ну, створка, рядом с ней стоит станок. И на створке что-то меня привлекло внимание, не было ничего. Вот. Я говорю, что со створки-то, они говорят. Она, говорит, плохо открывается. Я говорю, давай попробуем. Давай. Давай. И вот я створку, короче, только ручку вот разблокировал. И меня вместе со створкой начало ветром задвигать в сторону. Я говорю, а если я сейчас отпущу, глобанюшку станку, то есть нам станки нельзя ломать. То есть они драги там. Сюда назад. Да. И мы ее там вдвоем закрыли. Я говорю, а как же, для чего же вам тогда окна-то эти? Он такой, ну, типа, так запроектировал. А самый вот прикол, кстати, я вспомнил, вот недавний. Это где этот, как его, ну, рядом с Кремлем, там два или три дома построили. Новые, новые дома, то есть, кто окна ставит, они нас приглашают, чтобы мы новые окна, которые они поставили, отрегулировали, чтобы они работали. И у них там, и вот нижняя петля, вот она вот так вот. Не справляют, недостаточно несущий способ. И вот, говорит, меняйте. Недостаточно несущий способ. Да, да. Короче, это, мы, да, створка, ну, когда мы, ну, делаем презентации по поводу сейчас фурнитуры, ну, предыстория. Один, ну, местный производитель окон говорит, Михаил, не ваша фурнитура нужна, чтобы там застеклить там гостинусу? Ну, я, естественно, там спрашиваю, а почему это именно наша, почему это такое? Он говорит, а я просто не прохожу с другими фурнитурами. Ну, мне, говорит, еще есть, я могу взять с ней, говорит, я не пройду. Начал копать, оказывается, заявлено, что она массу держит, фурнитур, но она под нагрузкой так сильно гнется, что, говорит, у меня объект не принимают. Вот, и поэтому я заметил в одной из презентаций наших немецких, там написано, например, у нас написано портал не счет 160 килограммов, он бодренько это все делает. А если, например, это турецкий портал, тоже 160, то он на последнем вздыхании это делает, чувствуется, что он вот-вот бедный помрет. Вот, то есть, несмотря на то, что в документации написана цифра, она вот по-разному выполняется на практике. Это уже от качества материала, да? Да, это зависит. У нас просто, когда испытывают фурнитуру, ее нагружают на 10% больше, чем в документации показано, она работает все положенные свои циклы, должна отработать, а потом ее начинают ломать небрежное обращение. И обращают внимание, где у нее слабое звено. И после этого уже готовый продукт выходит на ремонт. Так вот, да. Короче, нам можно мастер-классы, да, нам бы мастер-классы такие вот. Просто, да, вот именно по скрытам, по ременью, но вот по пластикам там проблем нет, у нас с окном можно как бы это. Ну, пластик, да. Нет, с пластиком там уже все продумано настолько, вот с пластиками действительно все гени, чем нравится, там действительно можно взять на монтаж, не знаю, молоток, шутковерт и все. По сути даже, глядей, на алюминий, можно просто ножницы поменять и, ну, клюшку заднюю и петлю, а все остальное остается, да, чтоб тебя вот этот кусок заменить, который идет от ножницы до угловой передачи, а все остальное старается. Да, и алюминий бесит. Вот собирали тоже, поехали. Даже ручки бесит, но это как вот это можно, что ты просто даже болтик, ты берешь обычную отвертку, и обычную отвертку закручиваешь, и ты уже эту отвертку нахуй смотришь. А у Зигени, кстати, по-моему, ручка по-другому работает на алюминий. А верхнюю петлю как крепить закладную? У нас на алюминии ручка крепится специальной пластиной там изнутри, пластиной в ней уже двое. Или есть возможность поставить в алюминиевое окно ручку от пластикового, там есть специальный привод. Но это в новое окно? В новое. В старое не поставишь? В старом уже дырка есть, там такой длинный паз фразируется. В качестве вот этих болтиков. Ну, Зигени, кстати, вот в городе у нас, вот мы бы только, наверное, пару мест видели на алюминии, и Зигени стоит. И самое главное, если вдруг требуется какую-то запчасть, это ждать недели-три. В бюджете она на складе, эта фурнитура. Можно, например, приехать на алюминии. На алюминии, да. Там разные цвета, несколько комплектов они делают. Но у них тогда перебой был с пластиком. У них то этого нет, то того нет. У них там что-то не хватало. У нас мы по цене по некоторым позициям не можем пройти. Например, вот компания «Москве стеклят» Они, например, рассчитали комплектацию, и мне говорят, Михаил, нам нужно такую же комплектацию. Цена, да? Да. Я своим говорю, у нас есть такая же комплектация, они говорят, Михаил, они у нас есть, мы с этим позориться даже не будем. Просто, говорит, нам с учетом репутации, говорит, там, короче, ручка, две тяги и две цапки на них захлёпаны. Говорит, не приподниматель, не ограничители. Говорит, ну, просто… А чья? Как итальянская. И они продают на легких петлях, там, до 80 кг. Из-за чего мне иногда говорят… У меня окна широкие, поэтому… По пластику мы покупаем петли, вас приглашаем, да? Так, и по алюминию. По алюминию нам надо. Но нам нужен алюминий образник. Надо створкать. То же самое… А на какой профиль, без разницы, Европа с Керном? Европа с Керном? Европа с Керном. Ниу-Тек не поставили. Нет, да? Нет. Р-40, который не у Тек, он сравнительно редкий пас. Европа с Керном. Европа с Керном. Европа с Керном. Желательно с широкой створкой. Потому что на широкую створку можно поставить… То называется холодно-тепло, да? Без разницы. Можно холодно решать. Широкая створка, вот сколько? 750 больше? Сейчас я посмотрю, сколько там достояний. Там я… Почему широкую створку? На широкую створку можно поставить тормоз в створке. То есть устройство, которое не даст сорвать створку. Проблема вот в чем. С этими ограничителями, они накапливают киеметику двери. И в один момент ее освобождают. То есть дверь разгоняется, и бах, и она вырвает чего угодно. И это там, эти саморезы, втулки, чего угодно. Поэтому наши тормозы, они почему тормозы называются, они гасят раскрытие двери постепенно. То есть там с определенного момента включается фрикцион в работу, и он просто гасит, и она останавливается. То есть он этот вот туда, он его размазан. Это не только хайд алюминий? Да. Мне как написать тормоз? Тормоз в коварке. Антон знает, что это такое, что это такое. Уже поставлял на пластику. На алюминий, я вот рекомендовал в Liebherr, но они, похоже, окнами не пользуются. Значит, только створки, только алюминия. В пластике тоже створки ставят, сейчас их не приму. Шлегер – это довольно крупная контора в Германии, они делают и профиль, и уплотнитель. Просто до нас уплотнитель дошел. У меня, например, когда я в системе заполняю данные по клиентам, там выбираю профильную систему, на которой работают. Там Агрессоргазы есть, всякие там неизвестные у нас, типа Alcoa, и в том числе шлегер. То есть вот тормозным ножницам нужна ширина створки, ну вот это 429 мм. А, ну да, последний раз я ставил со скрытовежащей на пластике, там от 710 мм. Что-то нам образец, если мы его будем делать, или где-нибудь он какое-нибудь отказное окошко найдет, то есть нам будет понимать, что у нас где-то порядка 700 мм. Да, чуть-чуть больше 700 мм понадобилось. Ну тут, с учетом того, что скрытая лежащая петля, она немного тут места занимает в пазу, для нее немножко другой размер. Вот так, в принципе, можно использовать. Сейчас еще по алюминию посмотрю. А, ну тут в алюминии проще. Тут от 600 до метра один типоразмер, свыше метра другой типоразмер. Ну да. А сиденья используют такие же тяги, как и все, да? Тяга – это профильная система. В последний раз мы собирали, со стягой сталкивались, мы собирали ТАТПРОФ и туда поставили тягу от другого профиля, который там, короче, они когда обжимали угол, они деформирули немножко канал, и тягу там просто клинило ее. Они говорят, сейчас мы принесем нормальную тягу, которую они купили. Принесли тягу, она там такая, она дешевая из-за того, что она, ну, она такая, как фольга такая, выгнутая по форме тяги, она нигде ничего не задевала, все нормально работало. Дешевая. А ну вот с пластиками тягой нам понравилась. Тяга для пластиковых окна? Нет, с пластиками тягой. А, есть такая. Вот. Вот она нам понравилась. Так, на эту презентацию. Вот я неправильно сказал. Да, нет. В обычном воздухе диоксида углерода 0,03%, а в выдыхаемом 0,4%, то есть в десять раз уменьшится. ЦО2. Выдыхаем. Нормальный алюминий делается, вот они же разные есть системы, например, вот мы привыкли к тому, что, например, вот штапик застегивается просто в алюминий. А у, например, системы ШУКО, я, кстати, не знаю, где-то видел. На подъеме задвижных дверях. У них, например, под штапик делается специальная пластиковая клипса. То есть там сначала клипса садится на ствол, а потом уже в клипсу застегивается пластик. Штапик, точнее. И за счет этого приливы краски или там деформации, ну, изменить геометрии, они вообще никак не влияют. Просто четко все встает. Или саморез какие-нибудь там. То же самое на эти вот соединения, вот, например, гуси, этот вот изолятор, уплотнитель, на соединение Т-образная рама импоста, вот такое. Там ставится тоже какая-то заглушечка, которая... А вот этот гусь, он должен задевать об ствол, как бы звук, то есть препятствовать его. То есть сначала ты подводишь к нему, и потом алимпу нажимаешь, чтобы она у тебя защёлкнулась. Нет, не должен. То есть на очень узких створках? А, да, на очень узких, да. На очень узких, да. Там происходит поворот. Не просто выставление створки из рама, а поворот и... Да. Это то же самое, под гостиницу мы ездили с Ромой. Узкая фрамуга, когда задеваешь, чуть больше петли поднимешь, она задевает уже... Сама створка задевает обоотвер. Да, вот это место. То есть, вот термовставка, и тут разный зазор, буквально там сколько, вот этот если пять, то это вот, ну, наверное, два или три. Да, да, да. И поэтому погрешность в два миллиметра, которые в гости у нас прописано что-то... Идеалия там, три может быть миллиметра, или там, или один миллиметр. Да, да, да. И тогда уже... Это просто камера? Это просто, ну, вот же у меня... Вон, профиль у меня валяется. Это... Вон, димбиш. Не, вон, вон, профиль. Вон, 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 вон. Да, вот, вот. Ну вот, то есть, вот эта камера теплая, это холодная на улице. И чтобы прямого передачи тепла не было, вот можно сделать вот так вот, пустую камеру. Это вот, кстати, с этим разговаривал. Вы возите что-то ТП. Как он? Вот. А грязь, у него, кроме того, что он... Кроме того, что он под Европрасс, у него еще на термовставках есть такие выступы, которые не дают прямую конвекцию воздуха здесь. Говорят, вот у вас с этими выступами уличаются три камеры. Говорят, более теплый профиль. Почему у него есть? Он на два процента. Ну, тяжелее и дороже, соответственно. Я говорю, ну, вы живете. Не на юге живете. Ну, типа, мы сейчас за цену боремся. Вот. А эта термовставка может быть еще и... Вот, я тут только что пытался найти. Она может быть еще и вспененная внутри. То есть, вот. Да. Пенный заполнитель. То есть, это самое теплое окно. Оно даже должно быть там теплее, чем пластика. Ну, сейчас тут модом. Мы ездили. В том году он сбил там и подставочники теплые. Все такое. Да. Поэтому алюминиевый профиль бывает разный. Просто, может быть, недостаток конструкции. Вот. Но если, например, мне сейчас открыть. Шуковское соединение, например. То там можно увидеть много разных деталек. Сейчас. В интернете, на сайте недавно кто еще поискал. А вот, кстати, о чем мы вчера говорили. Что в морозном воздухе содержится всего там 4 грамма воды. Да. А в теплом воздухе их уже содержится там 20. И этот холодный воздух, зайдя внутрь помещения, он мог бы иметь 20 граммов воды, а в нем 4 грамма. И, соответственно, уровень относительной влажности падает, например, в десятки раз. То есть там с 80 процентов можно пить теплые. А не получается такая проблема то, что сухой слишком воздух? Получается. Да. Именно по этой причине влажнитель воздух ставят в помещение. Чтобы опять... Так, надо сейчас увлажнителем заняться. Влажнитель должен работать в автоматическом режиме. Потому что снили показано, что нормальный микроклимат в помещении это примерно не более 60 процентов влажности. Такая же температура должна быть там не 10. Да. Потому что если температура 10, это означает, что на окне где-то температура 5, а меньше 10 градусов это выпадение конденсатора. Даже если воздух сухой. В общем, тепло, влажностный. А можно это создать идеальные условия? Можно, конечно. Можно, да. Только это надо просто думать, что это не так вот, как инсет. Эй, так и есть, как и есть. В частности, дается понимание о том, какой децибел. То есть, с 3 до 10 децибел. 10 децибел ощущается, как будто в два раза громче. Потому что зависимость нелинейная. Ну и вот уровень, да. Что это такое? А, вот это цель. Наша цель 30 децибел снизить. Ну и есть программа у нас подсчета какая-то, которой мы сейчас не пользуемся. Вот программа подбора прибора проветривания. У нас не прибор, у нас программа подбора. Нет, нет. Вот СОО2 мерит. Сенсуэйр. Раньше прибор назывался. Сейчас Чек Аир называется. В интернете можно посмотреть. Но он не цифру показывает. Он Сенсуэйр. Старая модель. Это просто такая панелька прибора. Панелька вешается на стену или на стол. И там три, как у светофора, три лампочки. Нет, именно вот чтобы нам ходить с ним. Чтобы нам к людям прийти и задать проблему. Это что нам надо иметь? Пауэрбанк с USB портом и батарейка переносная. Чтобы он запитался откуда-то. А этих приборов полно всяких. Надо в интернете… Каких параметров нам надо замерить? СО2 и что еще? СО2 – влажность и температура. Относительно влажности? Она относительно температуры? Нет, она относительно… Влажность – относительно максимального влагонакопления в воздухе. То есть, например... Относительно чего. ДА, относительно чего. Вот относительно чего. Вот, например, в холодный воздух, минус 20, он может взять с себя только 4 грамма воздуха. а в на самом деле в воздухе 2 грамма сейчас растворено значит влажность относительно 50 процентов 50 процентов от максимального содержания влаги в воздухе вот и эти 50 процентов два грамма воздуха 2 грамма влаги в кубометре мы на максимальную поможет взять 4 максимально может быть на 5 он выпадет конденсатом выгода снежинками или там максимально впитать может 4 но если 50 значит у половины то есть они очень половина за база и вот этот 50 процентов влажности с двумя граммами воздух помещается в теплое помещение нагревается до 20 градусов и 20 градусов уже может вместить себя 20 граммов влаги а в нем всего два это значит что относится 10 процентов очень сухой и чтобы волосы не лог не ломались и глаза не связились нужно повысить хотя бы до там 30 процентов надо убавить приток холодного сухого нет добавить влажности мы не можем убавить приток тоже дышать чем-то надо то есть если мы смогли из солнечного воздуха взять только кислород и добавить его сюда и убрать публикислый газ как на космических станциях можно добавлять холодного воздуха меньше но тогда не будет только проветривание это будет очень медленно правильно то есть он будет меньше забирать это влаги из воздуха это будет очень медленно вот если допустим ну там пипец влажностью все течет да мы соответственно высушим воздух влага вся улетит а вот с воздухом помочь мне нравится путь вот как вот я всегда клиенту говорю идти покусили меньше затрат да совершенно верно путь не меньше затрат поэтому то есть первое это чтоб любому надо делать это приток сделает вот именно это либо словку доставишь а потом уже неизвестно вот например если человек постоянно в комнате не находится мне например котельная и в котельной на на окна выпадает конденсат мы сейчас скажем вам нужно проверить скажет какой лет не проверить у меня котел газа употреблять воздух тут воздухообмен здорово какой-то ну к примеру с открытой камеры сгорания вот как казвы колонки гипотетически не должен быть ну то есть мы решаем мы скажем вам нужен источный воздуху скажешь не нужен людей у меня здесь нет меня только влажности я боюсь что котел там и нагнется когда мы скажем тебе нужен осушитель сюда какой-то или пационарный осушитель есть на силикогеле помощи не электрический впитывает химическая реакция происходит выбирание влажности или подгузников упаковку они там тоже влагосодерживающие силикогель вот здесь теплопакеты делают у них коробка силикогель такой туда и открываешь например руку туда суешь и за счет испарения влаги с поверхности рука нагреваться начинает тепло становится вот этот силикогель вывалить в помещение он там за месяц мне ну такие влажность там где нет людей мне кажется врача не наш первое надо узнать потребность надо знать чего его и но здравым 2 когда сказать воронки продать в первый есть кончик обращается с проблемами не решаем а если мы наверно никто не обращается и мы хотим задаем вопросы создаем вопрос у вас не важно нет не влажно не закрываетесь нет не сдыхать глава не кружится мне не кружится а можно у вас поверим уровень красоты нет нельзя типа ночью в гостинице переехать пустой номер когда там больше умрала про ветру в гостинице там они обычно сами все это уже знают что тут что может быть хотя да участвуют у нас тоже клиента них на пять звезд аттестации сейчас мы там вот это маленький все фурнитуру меня полу них там этот элемент который даже открываешь а какое ваше отношение к салар если они работают как но это же все должно как раз то есть вот кондиционер он должен работать именно с этим салат вместе чтобы он не его энерго энергозатраты помешал у меня был такой опыт час вот я у себя на доме как-то менял меня стоял однокамерный энергосберегающий пакет я ставил вместо него однокамерный энергосберегающий с аргоном из солнцезащитным стеклом и в какой-то момент это было летом я в одном помещении в одной из творки поменял а в другой створки не стал менять и вот ну поставил два одинаковых сначала градусника и 3 градуса меньше 46 44 то есть вот два градуса разницы но с левой стороны солнцезащита она с улицы существенно за ну заметьте прям такой как ну как зеркально это а это просто до такой простой стекло слушаю я просто хотел чтобы у меня было легкое стекло чтобы не провисалась я подумал на кольятные 2 камерные энергосберегающие поставлю и получу то самое да вот и я решил потом довольный да у меня настраивает я не собираюсь на двухкамерные даже если бы сказали денег тебе дадим сейчас тебе не я поставил теплую рамку потому что у меня вот зимой тёплая рамка это спейсер спейсер да вот вот в этих местах если сильно готовить на кухне вот этих местах спарринг появляется я подумал а в сильный мороз и в минус там 30 например там она подмерзать начинает такая ну маленькие снежинки не годится вот я поставил теплую рамку и вообще проблем не знаю но более зонная рамка не металлическая она как бы заплечена в пластиковую оболочку то он проводник холода на холд и не выступает уже да я пытаюсь сейчас вот ее найти только не помню где она у меня на вот наружный жалюзи то есть я изучал вопрос слушай с чего это можно сделать с подручных средств мне здесь нет полной информации ну короче компания татпров выпускает такие наружные ламели алюминиевые они ставятся на раму они могут менять угол свой то есть выставляем угол такой чтобы например период этого летнего солнцестояния когда солнце высоко у нас помещение затенялось этими ламелями а зимой когда солнце низкое оно просвечивает через них и попадает в помещение это не мы оставится до один раз а есть тело есть ламели которые складываются они стороне по дорогие у нас я их не видел но буржуи наставят они например нет у нас главное здание производства то есть администрация но как раз улице с уличной стороны все ламели таких то есть когда например зима наступает они эти ламели складывают там специально вот как жалюзи только снаружи как раз так да похоже но они на самом деле похожи на горизонтальные жалюзи на таких весьма на веревках с мужчиной и они там поднимаются и на зимний период помещение прогревается солнцем а летом раз и можно еще такой вопрос опять же поэтому а стройку тут наш у них там проблема как бы сам заказчик тот сказал эту стройку не принимает окна из того что ну якобы что-то там не так не нравится вот отрегулировали они берут бумажку один пришел с бумажкой и вот так вот возят и засовывать под первого подал уплотнитель который я даже бумажку с открылись вот запихали бумажку обычный только если у тебя фурнитурщик только по 1 кон вот закрыли бумажка должна быть вообще это вообще это иметь это это тест или нет это потом он ушел тот пришел другое с этим с тепловизором и смотрит там о 5 градусов это холодно а тут а потом пришел 7 голов 7 нормально ну алюминий я бы так алюминий во первых мы сейчас два часа это все было в открытом состоянии створки нет все прогрессия нет все холодное а вот он только вот мы закрыли вот он сразу мерит я вообще алюминий тонн он он даже микросы не было с такого вот опыта какая-то рекламация вас приходил по фурнитуре вот фурнитурно закрывается и вот или вы сами выполняли роль приемщика сюда тоже вот если взять например вот те же самое да что ты ну очень ладно я тогда покажу что им каждого профилиста есть вот такое вот сечение соединения и поэтому по этим размерам можно понять собрано соединение правильно то есть вот например сто двадцать шесть миллиметров но нас интересует вот этот зазор подоплавом 3 миллиметра то есть фурнитура она она вжимает створку целиком вот центр позади туры называется осью она заглубляется относительно внутренней поверхности рамы сюда на 13 на 9 миллиметров в случае веке 14 миллиметров и в случае там не хотели они там делать неправильно вот но при этом у нас а вопрос а я вам отварит а вот у них у гиалана кстати у них вот это вот расстояние от как называется фалькмасс расстояние от внутренней поверхности створки до внутренней поверхности рамы вот эта вот высота она дармируется здесь вот три миллиметра плюс еще надо измерить что там будет вот эту ширину и добавить и потом ставим сюда глубиномер на штанге не вот сюда измеряем высоту и говорим посмотрите должно быть 20 у нас 20 с половиной или там 20,2 то есть мы в нормативе проблема значит в уплотнителе не тот который должен здесь быть или например в том что вот эти 8 миллиметров не соблюдаются перекрытие створки на раму вот теперь давайте временем посмотрим что там есть ну вот не нормируется точнее нормируется наверняка просто вот смотрите например как определить здесь не пишут и все тоже выше если посмотрим вот ширина рамы 71 ширина створки не дана но видно что вот эта поверхность запутывцов поэтому разница между их ширинами даст нам нужный размер поэтому берем и смотрим в самом начале патолога разницу между шириной рамы и шириной створки 71 это рама и 71 это же рама вот 79 створки 8 миллиметров этот размер мы берем измеряем его штангенциркулем глубиномером и говорим клиенту что вы видите 8 миллиметров фурнитура обеспечивает продувание не по нашим проблемам у меня были случаи когда например мне клиент полгода например выносит мозг говорит ваш фурнитура продувает приезжайте избран исправляйте была такая фирма лидер продувание увидели я не буду дайте мне какой-нибудь объект где реально продувает я вам скажу я говорю ведь у вас уплотнитель здесь проходит там прям следу на фурнитура здесь причем вклеить его в угол сюда чтобы он ну и скорее всего вот это вот заход говорит о том что уплотнитель при закладывании его натягиваю да и он со временем выпрыгивает из фазы где причем здесь наверху то же самое у вас просто приемки нету ну там еще проблема сразу сразу с за бокной защелкой было у вас просто выходного контроля качества нет вот вся причина то есть не в том что уплотнитель плохое то что у вас на выходе никто никто не контролирует окна вот еще один установка проветриватель в короб вот ростов и мы привыкли что короб ростов на ужин но наружу торчит но у них принято ростов не ставить до установки окна и высоту этого короба скрывать в откосе на улице не видно что и через них через эти ростов не управлять ну вот разные объекты и не снаружи как изнутри сохранить внешний вид железо с которой все собирается многократное отражение звука внутри прибора происходит но допустим та же самая там какая то же мне тут комментариев пишут на ю тубе глуха рост новое все хорошее через город все работает сейчас настройки ставят турецкого производства поэтому для того чтобы ее сравнить нужно понять чем отличается фурнитура на другую металлу в том сам нестабильное качество металла мы например на немцы говорят фурнитура должна удерживать 240 часов в соляном тумане до образования красной ржавчины мы делаем грамм открытия 480 часов два раза больше а если фурнитура делается за пределами еврозоны почему я в зоне проблем сделать некачественную придут из фт розенхайм скажут о фурнитура у вас не такая как на тесты нам предлагалось штрафа влепит а в худшем случае отнимут лицензию на производство это же беда поэтому никто из немцев не захочет помнишь завод они построили дом у себе там цеха там трехэтажные сэндвичи и то есть окнами не пользовались они как бы новые стояли и все короче все промышла в чине вот мы в общем долго немцев мучили нашей дешевой фурнитурой и они говорят пришлите нам чего-нибудь мы испытаем хотя мы прислали вот эти здесь не написано никакое название что нужно было и они и значит зарядили в стенд наш и нагрузили открывание 0 говорят смотрите фурнитур это открывает она говорит просто ну изогнулась вся нижняя петля сторону ехала верхняя петля отошла от рамы и здесь вот я не вижу тоже верхняя петля там какая-то деформация произошла ну ладно давайте испытывать вес 40 килограммов значит как они заявляют строго что у них есть то есть 100 килограмм верхняя петля вот 1494 открывания верхняя петля лопается ну тут они пишут что это на пользователя может вывалиться значит пишут нижняя петля штифт погнулся это сколько наверное тоже столько же штифт погнулся и створка в сторону уехал соответственно из-за того что уехал в сторону створка лопнул блокиран этот поворотно-откиное устройство нижней штуки лопнул но они естественно продолжая открывание продолжая испытание следующее они заменяют лопнувшие детали нормально вот потом ножницы исход из строя выходит вот дальше значит новая петля по-прежнему продолжает сгибаться сюда вот упор поставили плохо видно на фотографии упор не дает петле смещаться гнется штифт после того как согнулся штифт них на петле проточилась чего-то не понял а это петля показано сняли створку показали петлю она в середине вытащенная в общем должна отработать 20 тысяч открываний чтобы понятно здесь 6 тысяч всего еще не дошло верхний петля лопнула и укрепили потом поменяли она опять лопаться стало в общем такая история но недостаток литья то есть комитет достаточно сильный штифт лопнул потом это могло привести к тому что створка просто 100 килограммов вывалится на таком-то человек попробовали согнуть просто привык ты сгибал и он добавался один раз огнул разогнул и все ломается поэтому фурнитура когда она новая на столе лежит она конечно очень выглядит красиво но все-таки то есть наш аргумент можно прям спокойно заявить что сидение это все от немцем тебе не это немецкая и какие другие элементы есть не делать какой его опыте сказали там есть где верхнюю петлю там кронштейн могут гнуть в польшу может быть даже там ассортинг и наш собственно но в целом на петля для петля все равно собирается упаковывается а вот тут вот опять же telegram все такое там такие полиамидные втулки а у кого-то есть еще таких там бывает есть но нижние в нижней петле там вот вертикально нагрузку обычно там такой блинчик небольшой станет нижней петли у нас нижняя петля полностью охватывает штифт и у нас вообще это титан фурнитура она развивается по пути наибольшего ресурса чтобы окно не ограничивать в ресурсе а допустим вот ну вот сами допустим присутствовал там фаворит где-то но нам не выгодно это сравнивать титан конечно более но она там подготовлены противозломность она сама по себе в стандартном комплекте противозломности не имеет если только установить противозломность на шкафе вается сапогреволизм да там есть посмотреть ставили как-то банкой там у банка было требование то что второй класс у вас там опять же от сферы виниру очень какая-то пластина задается там есть ряд мероприятий для противозломности они будут в частности кратко описаны параметры паза что саморезы должны быть нужного размера на девятый паспал мы так и не нашли на нашли как раз на девятый паст вот эти ответы у нас на 9 есть вас ответки но другие производители и не помню нет генебольца девятый паст вот то есть какие мероприятия для первого класса возможности надежный оконный штабик чтоб с улицы давлением на стекло нельзя было выдавить стеклопакет вместе со штабиком это саморезы которые крепятся в армировку там должна быть армировка да между створка стеклопакетом должны стоять жесткая дистанционная вставка которая не дает возможность разжимать створку раму между рамой и конструкции стены тоже должны быть такие же ставки то есть не дающие возможности раму утапливать в пену в тех местах где противозломные точки находятся логично второй класс надежный оконный штабик там уже на каждую ответку титанскую если например в первом классе только на углах ставится противозломные точки то во второй классе уже каждая ответка титановская снабжается противозломной цапкой противозломной на рц-3 угол укрепляется стальным уголком то есть в том месте где нет армировки армировка внутри пальца соединяется стальным уголком штабик крепится саморезами саморезом крепится да чтобы не выдавить саморезом изнутри внутри саморезами в раму крепят через сантиметр через 20 замок что ли штабик крепят не сначала поставил стеклопадет заплатил штабик да а сморез потом откуда-то соли тоже стоит вот у штабика есть поверхность такая и такая вот в эту поверхность наклоны куда-то чтобы он из замка не вылетел его видно там просто когда третий класс защита там уже речь об эстетике не идет предоставляется пластина от высверливания ну и вот дается список инструментов которые которыми испытываются при первом классе три минуты и все что руках можно унести там отверточки легенькие на пятом классе там у него уже кувалда здоровая большая болгарка значит сабельная пила садик его быстро так не нам перелег садим пилой но вот шестой класс вы пятый даже класс 15 но должен сопротивляться человек то есть он будет дубасить кувалду стекло 15 минут и не проникнет внутрь тогда дается пятый класс защиты и 5 класс защиты это и фурнитура и армировкой профи пакет пакет и система его установки и систем установки закрепления в проеме в общем все это хотя вот так вот подойдешь как ну туда 20 минут шестой класс у нас профилей нету в россии на класс 3 выше да ладно нету да я говорю даже тугую пройти никто не знает но криминальность ну просто технологии приехал из-за рубежа поэтому никому ничего не надо но вообще как в одной из самых